Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Часть первая. Старгородский лев. Глава первая. Безинчук и нимфы. В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Энн люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Энн была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света, улицу имени товарища Губернского. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безинчука. Далее цирюльный мастер Пьера Константин обещали своим потребителям холю ногтей и ондулензион на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим!» Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. Люди в городе Н умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой душкой. «Бонжу!» — пропел Ипполит Матвеевич, самому себе спуская ноги с постели. «Бонжу!» — указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении, сказанное при пробуждении «Готмаген». Обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел с щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне. — Ипполит, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к тещи с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. — Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего. Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Ипполит Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал. — Ничего не будет, мамал. — Завода вы уже вносили? — Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Голос у нее был такой силой густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку, искрестив руки гробовых дел мастер Безинчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. — Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполит Матвеевич. — С добрым утром! Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. — Как здоровье, тещеньки! Разрешите узнать? — Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Отдай бог здоровечка! — с горечью сказал Безинчук. — От них убытков сколько несем тут, да и его в качель. И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро нимфа Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев нимфы было трое. Они в раз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. — Здорово, здорово! — ответил Ипполит Матвеевич. — Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела распущенную. Такое ей было видение во сне. Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполит Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи!» показывали пять минут десятого. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки, и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. Мужчина в суконном навате-пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом альзариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, и в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело и уходи». Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоит такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель номер два, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной, и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. «Товарищ», — сказала она, — «где тут...» Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул «Сочетаться!» Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. «Рождение...» «Смерть...» «Сочетаться!» — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу, записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивала их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись за совершение таинства, и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В свое время он нашивал корсет. — Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выспринно, — позвольте вас поздравить, как говорилось раньше, с законным бэком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно. Произнесший эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя номер два. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Никто этому не удивился. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук, он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольни, что есть мочи, забили в колокола, дрожали стекла, с колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы, и уже было собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. — Почет, да и огому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь? Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. — Ну, — спросил Ипполит Матвеевич более строго. — Нимфа! Тут и в качель разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб, он одного лесу сколько требует. — Чего? — спросил Ипполит Матвеевич. — Да вот Нимфа. Их три семейства с одной торговлечки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похожа, и кисть жидкая. Тут и ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб огурчик, как бордый, любительский. — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди габов. Везенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполит Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. — Ищи, когда милости просим было. — Тогда верно. Против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла. Тут и ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже! Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову «Уступлю за тридцать два рубрика!» Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. «Можно в кредит!» — добавил Безенчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженный со скрёпа ступеньку грязь и вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фролла и Лавра, отец Фёдор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Фёдор пронёсся к выходу. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками. — Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами. — Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. — Сильнейший сердечный припадок. И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила. Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже. Ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь сами знаете. Если не купишь заранее... Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую у израстцовой печки, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи. Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чипце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. Клавдия Ивановна позвал Воробьянинов. Что с вами? Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполит Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. — Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. — А нимфа туда и в качель разве товар дает? — заволновался Безенчук. — Да пошел ты к чему-то. Надоел. — Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать туда ее в качель? Первый сорт прима или как? — Без всяких кистей и глазет. Простой деревянный гоп. Сосновый. Понял? Безенчук приложил палец губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился в освоясь. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполит Матвеевича стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившие у него большие удобства и широкие привычки. Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращений ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. — Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня, я должна рассказать вам. Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее и усатое лицо тещи. — Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур? — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот, обитый английским ситцем. — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде. — Помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходной Камсовской. А почему вы вспомнили? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом, захватило почему-то духу ее Полит Матвеевича. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала. — В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Ипполит Матвеевич покосился на старуху. — Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — А звих не отобрали тогда во время обыска? — Я спрятала бриллианты в стул. — упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши бриллианты! — закричал он, пугаясь силой своего голоса. — В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне? — Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. — Но вы их вынули оттуда? Они здесь? Старуха отрицательно покачала головой. — Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином. — А ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающий, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. — Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? — Или вы думаете, быть может, что они смирнохонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши регалии? Старуха ничего не ответила. У делопроизводителя ЗАГСа от злого свалилась с носа пенсне, и, мелькнув, у колен золотой дужкой грянулась оппол. — Как? Засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч? В стул, на котором неизвестно, кто сидит? Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганное фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке. — Умирает, кажется. Агрономша деловито перекрестилась, и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа. Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу, и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее, и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. — Не спойте беспокоиться, господин Воробьянинов! — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. — Гроб! Он работу любит! — Умела Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик. — Ну, царство небесное! — согласился Безенчук. — Приставилась, значит, старушка. Старушки, они всегда приставляются. Или богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее да похудеет, а считается, богу душу отдаёт. — То есть как считается? У кого это считается? — У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, то, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считают, что дуб дают. Так про них и говорят. — А наш-то, слышали, дубы дал! Потрясённый этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил. — Ну, а когда ты помрёшь? — Как по тебя, мастера, скажут? — Я человек маленький. Скажут, гигдался без винчука. А больше ничего не скажут. И строго добавил. — Мне дуб дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая. — А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазетов ставить будете? Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, Ничего не ответил и двинулся вперёд. Безинчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах И по обыкновению бормоча. — Так неужто без глазета и без всего делать? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил всё. Поеду, решил он, найду, а там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойница тёщи показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безинчуку. — Чё с тобой? Делай! Глазетовый! С кистями! Глава третья. Зерцало грешного. Исповедов умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фролой Лавры, Отец Фёдор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже И всю дорогу до своей квартиры прошёл рассеянно, глядя по сторонам и смущённо улыбаясь. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Фёдор в свободные от всеночной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и тёплую на ватине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала «Новое дело затеял». Порывистая душа отца Фёдора не знала покоя. Не знала она его никогда. Не тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, не когда он был усатым семинаристом, Фёдор Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошёл по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящён в сан священника и назначен в уездный город Н. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Фёдор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый ведением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Фёдор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотные капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Фёдора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Фёдор начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себя огромный процент жиров, не мылилось, и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве, и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Фёдор немедленно обзавелся полдюжины производителей, и уже через два месяца собака-нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города Энн оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Фёдор, переговорив с попадьёй, решил украсить своё меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты, кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Фёдор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паёк семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причём число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Фёдор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами «дёшево» и «вкусно». Кападья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Фёдор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесён единственный в городе памятник старины «Триумфальная арка» Елизаветинских времён, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Фёдор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства без мотора, когда произошёл совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучёта товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Фёдора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлечённые пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учёту приплод. Ошеломлённый отец Фёдор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьяниного и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Всё указывало на то, что отец Фёдор озарён новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Фёдора, на котором играл девичий румянец. — Дай мне, мать, ножницы поскорее! Отец Фёдор схватил ножницы, снова заперся и подошёл к стенному зеркалу в поцарапанной чёрной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка Зерцала Грешного, печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешила отца Фёдора Зерцала Грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу. — Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, смерть всем владеет. Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид её ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое. Сейчас отцу Фёдору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Фёдор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Фёдор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала ещё немного, отец Фёдор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздражённо сказал «Помоги мне хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться». Матушка от удивления даже руки назад отвела. «Что же ты над собой сделал?» вымолвила она наконец. «Ничего не сделал, подстригаюсь. Помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилась». «Господи!» — сказала матушка, посягая на локоны отца Фёдора. «Неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?» В таком направлении разговор отец Фёдор обрадовался. «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?» «Люди, конечно, люди», — согласилась матушка ядовита. «Как же? По иллюзионам ходят, алименты платят». «Ну, я по иллюзионам буду бегать». «Да бегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри». И действительно, из зеркала на отца Фёдора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее ещё более поразило матушку. Отец Фёдор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. Оставшись один, отец Фёдор вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью, запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтёрханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Фёдор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжёлую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток, всё, что осталось от коммерческих авантюр отца Фёдора. Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошёл к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трёхрублёвками и пятирублёвками. В коробке оставалось ещё двадцать рублей. На хозяйство хватит, решил он. Глава четвёртая Муза дальних странствий За час до прихода вечернего почтового поезда отец Фёдор в коротеньком чуть ниже колен пальто и сплетённой корзинкой стоял в очереди у кассы и боясливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Фёдор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взором всех мирян полосатые брюки. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Фёдор ошеломлённо бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему неправильный билет, и только впущенный, наконец, в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Фёдора в неизвестную даль, по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, 59 лет домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе Н. и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич спросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил 41 рубль отпускных и, распрощавшись со служивцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом и с нервностью продавал свояченицы-брандмейстера, крем-анго против загара и веснушек придает исключительную белизну кожи. Свояченица-брандмейстера, однако, требовала пудру Рошель золотистого цвета, придает телу ровный, недостижимый в природе загар. Но в аптеке был только крем-анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченица-брандмейстера губную помаду и клоповар, прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки. — Что вы хотели? — Средство для волос. — Для ращения и уничтожения окраски. — Какое там и ощущение, — сказал Ипполит Матвеевич, — для окраски. — Для окраски есть замечательное средство — Титаник. Получено с таможни, контрабандный товар, не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином, радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую-ка хорошему знакомому. Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон Титаника, со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок. Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки, найденной им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный номер 7 и уехал в Старгород. Глава пятая Великий комбинатор В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядя! — весело кричал он. — Дай здесь копеек! Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал. — Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме, его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию. — О, баядерка! Тиририм, тириран! — запел он, подходя к привозному рынку. Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать. — Кому астролябию? — Дешево продается астролябия для делегаций и женоделов скидка! Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля. — Сама мерит? — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю. — Было бы что мерить! Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую, бывшая Большая Пушкинская, пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел. В городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий, бывшей Денизовской. Подле красивого двухэтажного особняка номер двадцать восемь с вывеской «СССР, РСФСР, Второй дом социального обеспечения, Старгуб Страха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. — А что отец? — спросил молодой человек, затянувшись. — Невеста у вас в городе есть? Старик-дворник ничуть не удивился. — Кому и кобыла невеста? — ответил он, охотно ввязываясь в разговор. — Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. — В таком доме да без невест? — Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи живут на полном пенсионе. — Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились. — Уж это верно. Когда родились, тогда и родились. — А в этом доме что было до исторического материализма? — Когда было? — Да тогда, при старом режиме. — А при старом режиме барин мой жил. — Буржуй? — Сам ты буржуй. Сказано тебе — предводитель дворянства. — Пролетарий, значит? — Сам ты пролетарий. Сказано тебе — предводитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. — Вот что, дедушка! — молвил он. Неплохо бы вина выпить. — Ну, угости. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. — Так я у тебя переночую, — говорил новый друг. — По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. — Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный. Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины. Большевики пишут письмо Чемберлену, по популярной картине художника Репина запорожцы пишут письмо Султану. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. С картиной тоже не все обстояло гладко, могли встретиться чисто технические затруднения. «Удобно ли будет рисовать товарища Калинина в папахе и белой бурке, а товарища Чечерина голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. Не будет того эффекта», — произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. «А твоего барина что, шлепнули?» — неожиданно спросил Остап. «Никто не шлепал, сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть?» «Куда ж твой барин уехал?» «А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал». «А-а-а! Белые, акации, цветы, эмиграции. Он, значит, эмигрант». «Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали». «Эх, барин был!» В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенснеда военным блеском. «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижа!» Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполит Матвеевичем. «У нас, хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу». «Здравствуй, Тихон!» — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. «Я вовсе не из Парижа. Чего это тебе взбило в голову?» Но Остап Бендер, длинный благородный нос, которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. «Отлично!» — сказал он, кося глазом. «Вы не из Парижа? Конечно, вы приехали из Калагриева. Навести свою покойную бабушку». Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь, прежде чем тот понял, что случилось. А когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его Тихона выставили из дворницкой, и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал, «Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?» «Не слышал», — нервно ответил Ипполит Матвеевич. «Ну да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера?» «Пло теперь в Париже. Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме». «Что за чепуха?» — воскликнул Ипполит Матвеевич. «Как и платки. Я поехал не из Парижа, а из... Чудно-чудно! Из Маршанска!» Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо. «Ну, знаете, я пойду», — сказал он. «Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет!» Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. «Я вас не понимаю», — сказал он упавшим голосом. «Это не страшно. Сейчас поймете одну минуточку». Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал. «Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть дорогое удовольствие?» «Честное слово», — вымолвил Ипполит Матвей, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам. «Честное слово. Я подданный ЛСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт». «При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что в этом смешно говорить». «А ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант». «А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?» «Ну, приехал из ГОДН по делу». «По какому делу?» «Ну, по личному делу». «И после этого вы говорите, что вы не эмигрант». Тут Ипполит Матвеич покорился. «Хорошо», — сказал он. «Я вам все объясню». «В конце концов, без помощника трудно», — подумал Ипполит Матвеич. «А жулик он кажется большой. Такой может быть полезен». Глава шестая Бриллиантовый дым Ипполит Матвеич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал «Лед тронулся!» — господа присяжные заседатели. «Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Патвеич, поминутно поправляя колебавшиеся на носу пенсне, с ударением произносил «Три нитки жемчуга, хорошо помню, две посолок бусин, а одна большая сто десять, байлянтовый кулон». Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоят стоинные оботы. Дальше шли кольца, не обручальные кольца, толстые, глупые, дешевые, а тонкие и легкие, с впаянными в них чистыми умытыми бриллиантами, тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь, прослеты в виде змей с изумрудной чешуей, фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин, жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной Примадонне, венцом всему была сорокатысячная диадема. И Полит Матвеич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхывал и дрожал изумрудный весенний свет, бриллиантовый дым держался под потолком, жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Взволнованный Полит Матвеич очнулся только от звука голоса Остапа. Выбор неплохой. Камни я вижу подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила? Тысяч семьдесят? Семьдесят пять? Угу. Теперь, значит, стоит полтораста тысяч. Неужели так много? Обрадованно спросил Воробьянинов. Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. Как плюнуть? Слюной, ответил Остап. Как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет. Как же так? А вот как? Сколько было стульев? Дюжина гостиной гарнитур? Давно, наверное, сгорел ваш гостиной гарнитур в печках. Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. Тяжело дышавший Ипполит Матвеич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60 процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно. Ипполит Матвеич посерел. Это грабеж среди бела дня. А сколько же вы думали мне предложить? Ну, пять процентов. Ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей. Больше вы ничего не хотите? Нет. А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? В таком случае, простите, сказал Воробьянин в нос. У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом. Ага, в таком случае, простите, возразил великолепный Остап, у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Такер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом. — Мошенник! — закричал Ипполит Матвеич, задрожав. Остап был холоден. — Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане, и вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость? Тут только Ипполит Матвеич понял, какие железные лапы схватили его за горло. — Двадцать процентов, — сказал он угрюмо. — И мои харчи, — насмешливо спросил Остап, — двадцать пять, и ключи от квартиры? — Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч! — К чему такая точность? — Ну, так и быть, пятьдесят процентов. — Половина, ваша половина, моя! Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из сорока процентов. — Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов. — Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо. — А вы не любите денег, — взвыл Ипполит Матвеич голосом флейты. — Не люблю. — Зачем же вам шестьдесят тысяч? — Из принципа! Ипполит Матвеич только дух перевел. — Ну что, тронулся лед? — добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал. — Тонулся. — Ну, по рукам, уездный предводитель Каманчей. Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! После того, как Ипполит Матвеич, обидевшись на прозвище предводителя Каманчей, потребовал извинения, и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные полисадники и, надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. — А-а-а! Пролетарий убственного труда! Работник Метлы! — воскликнул Остап за видя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. — Это конгениально! — сообщил Остап и Ипполит Матвеичев. — А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? — Можно! — сказал дворник неожиданно. — Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеич, — не знаешь ли ты, дурок, что с моей мебелью? — Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеич в напряжении ждал, но из дворницкого рта, в котором зубы росли неподряд, а через один вырвался оглушительный крик. — Бывали дни веселые! — Ипполит Матвеич совсем потерялся. — Придется отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать. Дворника тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один, гарусный, ярко-голубой. — Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер. — Он мне как раз подойдет. — Продайте! Ипполиту Матвеичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он морщисть согласился продать жилет за свою цену в восемь рублей. — Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет. — Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеич краснее. — Позвольте жилет обыдно. Деликатная натура Остапа возмутилась. — Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полутора-стотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей. Учитесь жить широко! Ипполит Матвеич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал. 25 апреля 27 года, выдано товарищу Бендеру, Р-8. Остап заглянул в книжечку. — Ага, если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть введите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей, которые вы мне должны. А в кредит жилет. Сальдо в мою пользу. — Пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить. После этого Остап заснул беззвучным детским сном, а Ипполит Матвеич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тела великого комбинатора. Всем троим снились сны. По Воробьянинову привиделись сны черные, микробы, угрозы ск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но не бритых. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего масло трестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго с удивлением смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности, подбирать конские яблоки и кричать на богоделок. Глава 7. Следы Титаника Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Готмаген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло, но он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той уже травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. — Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды. — Товарищ Бендер! — умоляюще зашептала жертва Титаника. Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работы, технический директор, содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал. — С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер! — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами. Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. — Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на ВОЖ? Вы на себя посмотрите! — А ведь мне аптека и говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пены, ни керосином. Контрабандный товар! — Контрабандный? — Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон. И потом посмотрите. Вы читали это? — Читал. А вот это маленькими буквами. Тут ясно сказано, что после мытья горячей холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса. Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой липой? И Полит Матвеич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться. — Выдайте рубль герою труда, — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем. Подожди, отец, не уходи, дельца есть. Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него за вхозом второго дома соцобеса. — Так он что, здесь, в доме? — Здесь и стоит. — А скажи, дужок, — замирая спросил Воробьянинов, — когда стул был у тебя, ты его не чинил? — Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять. — Ну иди, дужок, возьми еще убыль, да смотри, не говори, что я поехал. — Могила, гражданин Воробьянинов. Услав дворника и прокричав «Лед!» тронулся! Остап Бендер снова обратился к усам Ипполитом Атвеича. — Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку. Ваш Титаник ни к черту не годится, только собак красить. Давайте деньги на краску. Остап вернулся с новой микстурой. — На яда! Возможно, что лучше вашего Титаника. Снимайте пиджак. Начался обряд перекраски. Но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью Титаника, неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Атвеича в краске солнечного спектра. Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Арнаутской улице. — Таких усов, должно быть, нет даже у Аристина Бриана, — бодро заметил Остап. — Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить. — Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеич. — Это невозможно. — Что, усы дороги вам, как память? — Не могу, — повторил Воробьянинов, понуря голову. — Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой. — Брейте! Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, и они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву-жилет, а из бумажника запасное лезвие, и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеича. — Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку. Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеич все-таки спросил. — Почему же так долго? Везде стоит соток копеек. — За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер. Страдание человека, которому бреют голову безопасной бритвы, невероятной. Это Ипполит Матвеич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришел. — Готово. — Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина, известного автора-куплетиста. Ипполит Матвеич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное сжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. — Ну, марш вперед, труба зовет, — закричал Остап. — Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам. — Я не могу, — сказал Ипполит Матвеич. — Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. — Ах, да, волнующая история, барон-изгнанник. — Ладно, идите в жилотдело, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад а-ля! Глава восьмая. Голубой воришка. Завхоз второго дома старса-беса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем. Смущение, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александр Яковлевной. Он называл ее Сашхен, а она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «Ура!» в цепи. «Предводитель Каманчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели «Слышен звон бубенцов издалека, Это тройке знакомый разбег, А вдали простирался широко Белым сабаном искристый снег». Предводитель хора в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал «Дисканты тише! Кокушкина слабее!» Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. «Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза?» — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу. «А в чем дело, товарищ?» Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил. «Песни народностей? Очень интересно! Я инспектор пожарной охраны!» Завхоз застыдился. «Да-да», — сказал он, конфузясь, — «это как раз кстати! Я даже доклад собирался писать!» «Вам нечего беспокоиться!» — великодушно заявил Остап. «Я сам напишу доклад! Ну, давайте смотреть помещение!» Альхин мгновением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. «Пожалуйте за мной!» — пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. «В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?» «Нет-нет! Здесь у нас занимаются кружки. Хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный». Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий виск. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхин не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. Пройдя фасадные комнаты воробьяльновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал, — Это что на машинном масле? — Не богу, на чистом сливочном, — сказал Альхин краснее до слез. — Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно. Впрочем, эта пожарная опасность не представляет, — заметил Остап. В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туаль-де-нора. — Почему это у вас все наряды серого цвета? Да и кисейка такая, что ею только окна вытирать. Состенчивый Альхин потупился еще больше. Кредитов отпускают в недостаточном количестве. Он был противен самому себе. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал, — К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится. Альхин испугался. — Против пожара, — заявил он. — У нас все меры приняты. Есть даже пенагон огнетушителя Клерк. Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. На толкучке покупали. И, не дождавшись ответа, как громом пораженного Александра Яковлевича, снял эклерса ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». Конечно, на толкучке подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые с шипением, они пошли дальше. — Где он может быть? — думал Остап. — Это мне начинает не нравиться. И он решил не покидать Толь-де-Норового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспекторы завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом старсобеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненной Александрой Яковлевной. Лозунги были такие. — Пища — источник здоровья. — Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу, и мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания о высчезавших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а, может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Кроме старух за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме Собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «ноги». Облачены они были, как и старухи, в мышиный туаль-де-нор, но, благодаря молодости и силе, они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевич и вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили. Сейчас нажрутся, станут песни орать. А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет. Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. — Новая партия старушек? — спросил Остап. — Это сироты, — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и из-под воль грозя сиротам кулаком. — Дети по Волжье! — Альхин замялся. — Тяжелое наследие царского режима! — Альхин развел руками. — Мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. — Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу. — Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. — В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. — Сашхин, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара. Обед прошел весело, и только за компотом Астап вспомнил о цели своего посещения. — Отчего? — спросил он. — В вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь. Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки. — В красном уголке есть стул, — обиделся Альхин. — Английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался. — А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть. — Милости просим. Астап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхина, не было. Бросились искать стул. Паша Емельевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. — Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже. — Грустно, девицы, — ледяным голосом сказал Астап. — Это просто смешно, — нагло повторял Паша Емельевич. Но тут певший все время пенагон-огнетушитель Эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка Республики Нежданова. Смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара толь-де-норовый колпак. За первой струей пенагон-огнетушитель выпустил вторую струю толь-де-норового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа Эклера стала бесперебойной. К месту происшествия ринулись Паша Емельевич, Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. — Чистая работа, — сказал Астап, — идиотская выдумка. Старухи, оставшись с Астапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии. — Протельников в доме поселил, обжираются. Поросят молоком кормит, а нам кашу сует. — Все из дома повыносил. — Спокойно, девицы, — сказал Астап, отступая. — Это к вам из инспекции труда придут. Меня Сенат не уполномочил. Старухи не слушали. — А Пашка-то, Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал, сама видела. — Кому? — закричал Астап. — Продал, и все. Мое одеяло продать хотел. В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паша Емельевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Емельевичу. — Один мой знакомый, — сказал Астап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре. — Мне ваше беспочвенное обвинение странное, — заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй. — Ты кому продал стул? — спросил Астап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. — Перекупщику, — ответил он. — Адрес? Я его в первый раз в жизни видел. — Первый раз в жизни? Ей-богу. — Набил бы я тебе рыло, — мечтательно сообщил Астап. — Только Заратустра не позволяет. — Но ты жертва аборта, — высокомерно сказал Астап. — Перекупщик что, блондин, брюнет? Паша Емельевич стал подробно объяснять. Астап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. — Это, безусловно, к пожарной охране не относится. В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. — Это 114-я статья Уголовного кодекса, — сказал Астап, — дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Астапу под зад толчок в полторы тонны весом. — Удар состоялся, — сказал Астап, потирая ушибленное место. Заседание продолжается! Глава девятая. Где ваши локоны? В то время как Астап осматривал второй дом старца-беса, Ипполит Матвеевич, выйдя из Дворницка и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара — в уездном городе Н. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку, во всяком случае их не было. Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газеты, не знал, что к первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии — вокзальную и привозную. То Ипполит Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гамсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. — Грабят! — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. — Позвольте, позвольте! — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояла поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. — Что же это такое? — отчаянно думал Ипполит Матвеевич. Что, думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее, и, завидев в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. — Позвольте же! — закричал он, не стесняясь. — Караул! — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо, но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. — Ох, господи! — зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. — Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловил и разжал, наконец, пальцы. Стул никем не поддерживаемый свалился на битый кирпич. — Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. — А ваши локоны где? У вас ведь были локоны! Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы с криком «Не отпрошу вас!» Он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры. Мерили друг друга взглядами, похаживая стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. — Так это вы, святой отец? — проскрежетал Ипполит Матвеевич. — Охотитесь за моим имуществом? С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах, так что тот согнулся. — Это не ваше имущество! — А чье же? Не ваше! А чье же? Не ваше! Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Шипя так, они неистово легались. — А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал. — Это национализированное имущество! — Национализированное? — Да-с-да-с, национализированное! — говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. — Кем национализирована? — Советской властью! Советской властью! — Какой властью? — Властью трудящихся! — А-а-а! — сказал Ипполит Матвеевич леденее. — Властью обочих и крестьян! — Да-с! М-м-м! Так, может быть, вы, святой отец, партийный? М-м-м-м! Может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и своплим. — Может быть! — смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем. Руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. — А-а-а! — враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск, отломили сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранняясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. — Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы офист! — крикнул Ипполит Матвеич. — Я вам морду побью, отец Федор! — Руки короткие, — ответил батюшка. — Куда же вы пойдете весь в пуху? — А вам какое дело? — Стыдно, батюшка. Вы просто во! Я у вас ничего не украл. — Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо, очень красиво! Ипполит Матвеич с негодующим — фу! — покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал Шимми. Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует Шимми целый мир. Но как жил отдел? — спросил он деловито и сейчас же добавил. — Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь. Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеич, Остап выслушал с большим вниманием. — Ага, небольшая черная бородка, правильно. — Пальто с барашковым воротником, понимаю. Это стул из богадельни, куплен сегодня утром за три рубля. — Да вы погодите. Ипполит Матвей сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. — Кислое дело, — сказал он, — пещера Лейхтвейса, таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду мы ему всегда успеем пощупать. Пока друзья закусывали в пивной стень Каразин и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем. Теперь день кончился. Золотые бетюги стали коричневыми, бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озим. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. — Найду! — подумал Ипполит Матвеевич. И душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью. Глава десятая. Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер семь по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцебашевских ликов было ровно восемь по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львины и хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска — «Одесская бубличная артель московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рок изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом. Спекулировали мануфактурой всех видов — грубошерстный, тонкошерстный, хлопчатобумажный, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери, без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилии помещалась на правой двери. В.М. Полисов. Левая была снабжена беленькой жестянкой, модой и шляпой. Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спортрей, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция из картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых, узнать было уже невозможно. В спальне на кровати сидела сама хозяйка, и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью решелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Крицацуева в пушистой шале. — Должна вас предупредить девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. — Только вы, пожалуйста, и будущее, — жалобно попросила она. — Вас надо гадать на даму Треф. Вдова возразила, — я всегда была червонная дама. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьи судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал Трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. — Вот спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова. — Уж я теперь знаю, кто Трефовый король. — И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный? — Марьяжный девушка. Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец. Покухарыч ей вытерла руки, а передник взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекошенной кофточке. На голове рос веничек сидеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полисовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полисова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. — До чего дожились, — иронически сказал Полисов. — Вчера весь город обегал. Плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать. Елена Станиславна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма, такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала. Какие? Теперь магазины. Теперь только очереди, а магазинов нет. И название у этих магазинов самые ужасные — Старгико. Нет, знаете, Елена Станиславна, это еще что. У них четыре мотора всеобщей электрической компании остались. Но эти кое-как пойдут. Хотя кузова — такой хлам! Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет. Мрак. Остальные моторы — харьковская работа. Сплошной газ-прам цвет мед. Версты не протянут. Я на них смотрел. Слез и раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полисов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просаг. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полисов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. — Кто же так заезжает? — кричал он, ужасаясь. — Заворачивай! Испуганный возчик заворачивал. — Куда же ты заворачиваешь морда? — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. — Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал. Покомандовавший так с полчаса, Полисов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полисов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, проезжал пожарный оборс, и Полисов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами. Однако временами Виктор Михайлович настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели. Ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Однажды после одного такого запоя он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и абривизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом, и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер пять. Желтоварищество этого дома заключилось Виктор Михайловичем договор, по которому Полисов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот, они были разобраны на составные части, чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак, еще несколько дней пошло на осмотр повреждений, а потом в городе произошла большая неприятность. Над дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайлович несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер пять. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половина завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам, а в доме номер пять, раскрытом настиж, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес на вытянутых вперед руках кипящий самовар, из шестяной трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер пять. Он потерял еженощный заработок, ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривеники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом, положение напрягалось все больше и больше. Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. При наличии и отсутствии пропитанных шпал, кричал Виктор Михайлович на весь двор, это будет не трамвай, а одно горе. Когда же все это кончится, сказала Елена Станиславовна. Живем, как дикари. Конца этому нет. Да, знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова. Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору, вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю, что это знакомое, как будто воробьяниновское лицо, и спрашивают. Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жил отдел. А вам зачем? Спрашивают. Они говорят, спасибо, и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой с ним был, красавец-мужчина, явно бывший офицер. И тут я подумал... В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома номер пять, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. — Ведьки слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславной. — Ах, я ничего не знаю, — сказала гадалка. — Ничего я не знаю. И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска слесарная мастерская и починка примусов, под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал. — Ух, гангрена! Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, полез ее на середину двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, стал скандалить. — Ворюги у вас в доме номер семь живут! — вопил дворник. — Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! Среднее образование имеют! Я не посмотрю на среднее образование! Гангрена проклятая! В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. — Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий! Парламентарное выражение дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. — Харю разворочу! — неистовствовал дворник. — Образованный! Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из быстраупака. Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. — Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу, мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску слесарная мастерская и починка примусов. Виктор Михайлович еще долго хрохорился. — Сукины сыны! — говорил он, обращаясь к зрителям. — Возомнили о себе! Хаммы! — Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна. — Зайдите ко мне на минуточку! Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. — Да говорю же вам, что это он! Без усов, но он! — по обыкновению кричал Виктор Михайлович. — Ну вот знаю я его отлично! Воробьянинов как вылитый! — Тише вы, Господи! Зачем он приехал? Как вы думаете? — Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать. — Вы думаете, что он подвергается опасности? — Кто в Советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. Усы, Елена Станиславовна, даром не сбревают. — Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись. — Безусловно! — ответил гениальный слесарь. — Мне надо его видеть. — А вы знаете, чем вы рискуете? — Ах, все равно после десяти лет разлуки я не могу не увидеться политом отлично. — Умоляю вас! Найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! — Передайте, что я хочу его видеть! Слышите? — Попугай в красных подштаниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. — Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди. — Я найду его и свяжусь с ним. — Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка. Виктор Михайлов съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете. Глава одиннадцатая. Алфавит. Зеркало жизни. На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина, сначала черноусом, потом зеленоусом, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. — Считаю, вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап. — Нужно переезжать в гостиницу. Ипполит Матвеевич дрогнул. — Этого нельзя. — Почему-с? — Нам придется пописаться. — Паспорт не в порядке? — Да нет, паспорт в порядке. Но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали. — А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап. — Какой Михельсон? Сената? — Нет, член Союза софт-торг служащих. — Я вас не пойму. — Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой. Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. Кондрат Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член Союза с 1921 года, высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми. Этого от вас милиция не потребует. Ипполит Матвеевич зарделся. — Но удобно ли? — По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянинов все-таки запнулся. — Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло. А то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозопула или Зловуновым. Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. — Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, — сказал Остап. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана. Две кровати и ночной столик. Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением. — А доисторические животные в матрацах не водятся? — Смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный. — Если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая, а в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров — ливадия. В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году, и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Крабейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполит Матвеича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеич остался в Сорбонне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. — Только бы Агдиа достать! — прошептал Ипполит Матвеич, валясь на постель. — Только бы Агдиа! Пружины разбитого матраса кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого, он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом почему-то вертелось у него в голове. — Каши не исполтишь! Между тем каша заваривалась большая. А буянной розовой мечтою Ипполит Матвеич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на гусище, окраине Старгорода. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов «Кому? Да зачем?» ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. — Где здесь гражданин Коробейников? — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик — этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. А раньше служили в жилотделе? «Я всюду служил», — сказал старик весело. «Даже в канцелярии градоначальства?» При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшим, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно. — А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин с интересом, глядя на гостя. — Позволю, — ответил гость. — Я Воробьяниного сын. — Это какого же? Предводителя? — Его. — А он что, жив? — Умер гражданин Коробейников, почил. — Да, — без особой грусти сказал старик. — Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было. — Не было, — любезно подтвердил Остап. — Как же? — Ничего. Я от марганатического брака. — Не Елена ли Станиславовна будете сынок? — Да, именно. — А она в каком здоровье? — Маман давно в могиле. — Так, так. Ах, как грустно. И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не дали, как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре в мясном ряду. — Все умирают, — сказал он. — А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю? — Вальдемар быстро сообщил Остап. — Владимир Ипполитович. Очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитам, но надеется, что глубоко уважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. — Я хотел бы, — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, — найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома? — Сложное дело, — ответил старик, подумав. — Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь? — Свободная профессия, собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре. Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьяниного, но возражать не стал. — Прыткий молодой человек, — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик типичная сволочь. — Так вот, — сказал Остап. — Так вот, — сказал архивариус. — Трудно, но можно. — Потребует расходов, — помог владелец мясохладобойни. — Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорит мапасан. Сведения будут оплачены. — Ну что ж, семьдесят рублей положите. — Это почему ж так много, а овес нынче дорог. Старик мелко задребещал, виляя позвоночником. — Изволите шутить? — Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти? — Деньги при вас. — Остап с готовностью похлопал себя по карману. — Тогда пожалуйте хоть сейчас, — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и так далее до арьергартной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. — Ого! — сказал восхищенный Остап. — Полный архив на дому! — Совершенно полный! — скромно ответил архивариус. — Я, знаете, на всякий случай. Комульхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где. Здесь они, в шкафу. А кто сохранил, кто уберег Коробейников. Вот, господа, спасибо, и скажут старичку. Помогут на старости лет. А мне много не нужно. По десяточке за ордерок подадут, и на том спасибо. А то иди попробуй. Ищи ветра в поле. А без меня не найдут. Остап восторженно смотрел на старика. — Дивная канцелярия, — сказал он. — Полная механизация. Вы прямо герой труда. Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги, учета и распределения. — Все здесь, — сказал он. — Весь Старгород. Вся мебель. У кого когда взята. Кому когда выдано. А вот это алфавитная книга. Зеркало жизни. — Ну, — сказал Остап. — Вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В. — Есть буква В, — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас в МВНВО Рицкий. Номер 4828. Воробьянинов. Ипполит Матвеевич. Батюшка ваш. Царство ему небесное. Большой души был человек. Рояль Беккер. Номер 5409. Вазы китайские маркированы. 4. Французского завода Севр. Ковров Абюсонов. 8. Разных размеров. Габелин-пастушка. Габелин-пастух. Текинский ковров 2. Харасанский ковров 1. Чучело медвежье с блюдом. 1. Спальный гарнитур. 12 мест. Столовый гарнитур. 16 мест. Гостиный гарнитур. 14 мест. Ореховый мастер Гампса работы. — А кому Роздано? — в нетерпении спросил Остап. Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом. Во второй район милиции. Габелин-пастух. Фонд художественных ценностей. Габелин-пастушка. В клуб водников. Ковры Абюсон, Текинский и Харасан. В Нарком. Внешторг. Гарнитур спальный. Союз охотников. Гарнитур столовый. Старгородское отделение. Глав чая. Гарнитур гостиной Ореховой. По частям. Стол круглый и стул один. Во второй дом Сабеса. Диван с гнутой спинкой. В распоряжении жилотдела. До сих пор в передней стоит всю обивку. Промаслили сволочи. И еще один стул товарищу Грицацуеву. Как инвалиду империалистической войны. По его заявлению и резолюции. Завжилотделом товарища Буркина. Десять стульев в Москву. В музей мебельного мастерства. Согласно циркулярного письма Наркомпроса. Вазы китайские. Маркированы. Хвалю. Сказал Остап, ликуя. Это кон гениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На номер 48-238 литера В. Архивариус подошел к шкафу. И поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. Вот. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера? Куда мне все? Так. Воспоминания детства. Гостиный гарнитур. Помню. Игрывал я в гостиной на ковре Харасан, глядя на гавилен-пастушка. Хорошее было время. Золотое детство. Так вот. Гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на гавилен-пастушка. Изволите ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. То, что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральша Попова и гарнитур? Очень хороший. Тоже гампсовская работа. Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно расписочку писать? — осведомился Архивариус, ловко выгибаясь. — Можно, — любезно сказал Бендер. — Пишите, ворец за идею. — Так я уж напишу. — Кройте. Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный консессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. — Ну, пока, — сказал он, сощурясь. — Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии! Ошеломленный Архивариус вяло пожал поданную ему руку. — Пока, — повторил Остап, он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда Архивариус очень тихо спросил. — А деньги? — Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги. — Да как же? За мебель, за ордера! — Голуба, — пропел Остап, — ей-богу клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. — Тише, дурак, — сказал Остап грозно. — Говорят тебе русским языком. Завтра. — Значит, завтра. — Но пока пишите письма. Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. — Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Машинист не расслышал, махнул рукой. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривожипов и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и мерзко сквернослове вернулся в свой домишко. Невыносимое горечь охватило его. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. — Шутки! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. — Теперь деньги только вперед! И как же это я так оплашал? Своими руками отдал ореховый гостиной гарнитур! Одному кабинету пастушка цены нет! Ручная работа! Звонок прошу крутить. Давно уже вертела чья-то неуверенная рука. И не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжелый грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал. — Куда здесь войти? Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто на ощупь драп и ввел в столовую отца Федора. — Великодушно, извините! — сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиной гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетителя расценивал значительно ниже рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти. — Деньги я бы попросил вперед! — заявил архивариус. — Это мое правило! — А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — По курсу приму, по девять с половиной. Сегодняшний курс. Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтины серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит «Зеркало жизни» на букву «П», быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральше Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему по Виноградной, тридцать четыре, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гампса. Девясь своей сметкой и уменью изворачиваться, Архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. «Все в одном месте!» воскликнул покупатель. «Один к одному! Все там стоят! Гарнитур замечательный! Пальчики оближите! Впрочем, что вам объяснять? Вы сами знаете!» Отец Федор долго восторженно тряс руку Архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передний, убежал в ночную темноту. Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. «И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло?» — подумал он. «С ума посходили!» Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул. Глава двенадцатая Знойная женщина. Мечта поэта За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор, даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клетках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом, коты развалились на крыше и снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах Сорбонны зашумели. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конские храпы, и ржание. Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. — Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность. Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми беспенсне глазами. — Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? — Что вас удивило? — Задолженность? — Да. — Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мной и уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К сему предлагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях. Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезло в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. А святой отец, мысленно и хитствовал он, дуак дуаком остался. Не видать ему стульев, как свои баады? Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер тринадцать раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здрасте, батюшка!» сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет отчего же. Очень приятно было встретиться», ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» спросил он при следующей встрече. «Где там служить?» «Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища. Свои!» «Мне неизвестно чьи, а только ищут». Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. «Покупаете старые вещи?» спросил Остап Грозно. «Стулья, потроха, коробочки от ваксы». «Что вам угодно?» прошептал отец Федор. «Мне угодно продать вам старые брюки». Священник оледенел и отодвинулся. «Что же вы молчите, как архиерей на приеме?» Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете?» «Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо, а?» Дверь заслужителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. «Сам ты дурак!» «Что?» крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил к рту ладонь трубой и внятно сказал «Почем опиум для народа?» за дверью молчали «Папаша, вы пошлый человек!» прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенной дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость и карандаш упираясь как заноза медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер, компаньоны еще больше развеселились и враг бежит, 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 пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. О, где она, гобелен-пастушка, сказал Ипполит Матвеич мечтательно. Я купил этот гобелен у бедябух скванти-квак. Черту пастушку, крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. Стол куглый, как видно, гамитуа. Дайте сюда столик, к чертовой матери столик. Остались два ордера. Один на десять стульев, выданный Музею мебельного мастерства в Москве, другой на один стул товарищу Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова пятнадцать. Готовьте деньги, сказал Остап. Возможно, в Москву придется ехать. Но тут ведь тоже есть стул. Один шанс против десяти чистая математика, да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. Не шутите, так не нужно. Ничего, ничего, либерфатер Конрад Карлович Микельсон. Найдем. Святое дело, батистовые портянки будем носить, крем-марго кушать. Мне почему-то кажется, заметил Ипполит Матвеич, что ценности должны быть именно в этом стуле. Ах, вам кажется. Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно, будем работать по-марксистски, предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны гражданином Крицацуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович, план составим по дороге. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. «Как бы он за нами не пошел», испугался Ипполит Матвеевич. «После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится?» Друзья вернулись только к вечеру, Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. «Есть-то он есть», сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?» «Как же», ответил Остап, «не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе. Это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?» «Что же делать?» Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. «Шик модерн», сказал он. «Что делать?» «Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит». «Нет, вы знаете, оживился Ипполит Матвеевич, когда вы сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое, а не там, ей-богу, там. Ну вот, ей-богу, я чувствую». «Не волнуйтесь, гражданин Михельсон, его нужно ночью выхасть, ей-богу, выхасть». «Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы, а технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный на СССР с набором отмычек? Выбросьте из головы, это типичное пижонство грабить бедную вдову», Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее», сказал он умоляюще. «Скоро только кошки родятся», наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней». «На ком?» «На мадам Грицацуевой». «Зачем же?» «Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле». «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь». «Чего не сделаешь для блага концессии». «На всю жизнь», прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пастырское бритое лицо его ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города Н. голубые зубы. «На всю жизнь», прошептал Ипполит Матвеевич. «Это большая жертва». «Жизнь», сказал Остап. «Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не сможет открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре схимнике? Ипполит Матвеевич не слыхал. «Буланов, не слыхали? Героя аристократического Петербурга сейчас услышите». И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре схимнике Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали, и внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня белорусско-балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками, сыщики сбились с ног, но все было тщетно, следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из-за Веркиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтазар XIX века, принял схему. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини белорусско-балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму, клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму, но и этого показалось ему мало. А буянной гордыней он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик плача ушел. Схимник не понял старика, светлый тихий. Он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. В следующую ночь его кто-то разбудил. Он проворочился до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем поднявшись, он случайно заглянул в гроб. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями и вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Евпол заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни, но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов, но и арагац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью по совету крестьянина он сжег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство. Продукты братьев Глик, розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь, так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала, жизнь была прекрасна. Старец не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака, свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая «Мои маленькие друзья». «Где вы были?» спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы», глухо ответил Остап. «Ну?» Ипполит Матвеевич оперся на локоть. «И вы женитесь на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться как честный человек». Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «Знойная женщина», сказал Остап, «мечта поэта провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются». «Когда же свадьба?» «Послезавтра». «Завтра нельзя первое мае, все закрыто». «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а она, может быть, придется ехать в Москву?» «Ну, чего вы беспокоитесь?» «Заседание продолжается». «А жена?» «Жена?» «Бриллиантовая вдовушка». «Последний вопрос». «Внезапный отъезд по вызову из центра». «Небольшой доклад в малом совнаркоме». «Прощальная сцена» «И цыпленок на дорогу». «Поедем с комфортом». «Спите!» «Завтра у нас свободный день». Глава 13 «Дышите глубже, вы взволнованы». В утро первого мая Виктор Михайлович Полесов, с недаемой обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии ща, все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики. Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите, влезли, создали пробку? Тут на горе музработников дело вмешался Виктор Михайлович. Конечно же, вам сюда в тупик надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать, надрывался Полисов. Сюда, сюда, удивительное безобразие! Стучали пионерские барабаны, до призывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полисов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!» кричали с тротуара. «Буржуй! Отдай подтяжки!» Девушки пели. В толпе служащих сабеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил. «На тайги до британских морей красная армия всех сильней!» Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай. Фамилия инженера была Треухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция, теперь помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки. Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но, независимо от одобрения или неодобрения, покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. Это варварство, кричал Треухов на жену. Его блеклые усы гневно обвисали, курносое лицо шевелилось, он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы, станции, депо и двенадцати трамвайных линий. Черт, с ними с двенадцатью потерпят, но три, три линии, без них Старгород задохнется. Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Всехозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Треухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал, а вот в Самарканде никакого трамвая не надо, там все на ешаках ездят, ешак три рубля стоит, дешевка, а подымает пудов десять, маленький такой, ешечек, даже удивительно. Вот это есть Азия, сердито сказал Треухов, ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год, а на трамвае вашем вы мною на тридцать рублей наездите тридцать раз, даже не каждый день в году, ну и выписывайте себе ваших ишаков, закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы. Но как, будем выписывать ешаков или трамвай построим? Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу, глаза хитрили. Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему, «У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак, его за трешку не купишь, тут материальную базу подводить надо. Трамвай через сколько лет должен окупиться? Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди через шесть лет. Ну, будем считать через десять. В пятницу на президиуме сполкома разговор будет. Если решимся, за вами остановка». Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед Гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятно. «Ну, товарищ Треухов, сказал Гаврилин, начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить». Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. В старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист принц датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик. Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками, мало пахнет клубом, по слабым точкам, осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты, хорошо и плохо, крутить вредителей просвещения и с бумажным морем пора покончить, стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика «Как строим, как живем!» Гигант скоро заработает, скромный строитель и далее в том же духе. Триухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. Поднимаюсь по стропилам, ветер шумит в уши. Наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу, ни единого ветерка, стропила, не шелохнуться, спрашиваю, как выполняются задания. Некрасивое лицо строителя инженера Триухова оживляется. Он пожимает мне руку, он говорит, 70% задания уже выполнено. Статья кончалась так. Он жмет мне на прощание руку. Позади меня гудят стропила, рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя, маховик? Спасало Триухова только то, что на чтение газеты времени не было и иногда удавалось пропустить сочинение товарища маховика. Один раз Триухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. Конечно, писал он, болты можно назвать трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить товарищу маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочь. После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных. Пятнадцать тысяч рублей ржавеют, жилищные комочки, материал плачет и курьезы и слезы. Строительство подходило к концу. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до первого мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галлопировал за первым мороженщиком бог весть, как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канадчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губы сполкома. Принц датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. «Товарищи!» – сказал Гаврилин. – «Торжественный митинг по случаю открытия Старгородского трамвая! Позвольте считать открытым!» Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли интернационал. «Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину!» – крикнул Гаврилин. Принц датский маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась вслух. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, поддержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. Трамвай построить, сказал он, это не ешака купить. В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чимберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты в раз записали, в образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. Я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из ДПА, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а товарищи, за совесть, а еще товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова, ему тоже спасибо. Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель масла центра, которого давно уже сжгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Потом подумали над тем, что переходящий в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости, с трибуны произносились приветствия, оркестр поминутно играл тушь, светло засинел вечер, а митинг все продолжался, и говорившие, и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая, но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Треухова, он был испачкан, и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову, радостно возвестил Гаврилин. Но говори, а то я совсем не говорил, добавил он шепотом. Треухов хотел сказать многое, и про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано, и что можно еще сделать. Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил, товарищи, международное положение нашего государства, и дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. Вот обидно, подумал он, абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно. И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. Эти акробаты пера, восклицал он, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин. Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть в тоне до, и последнюю патетическую в тоне ми. Жесты его были умеренные и красивые, а мы только муть разводим, решил Треухов. Лучше бы совсем не говорили. Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с Гомоном стали рассаживаться по вагонам, ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного. На площадке последнего вагона стоял неизвестно, как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. Крайнему удивлению Полюсова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на западе. Воздушный тормоз работает неважно, заявил Полюсов с торжеством поглядывая на пассажиров. Не всасывает. Тебя не спросили, ответил вагоновожатый, а вось засосет. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полюсов заметил, что его держат за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полюсов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком фиате поджидал отдававшего последнее распоряжение Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрозовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл шик-модерн. Затем из грузовичка поползли ассистенты, Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. Внимание! крикнул бородатый армяковладелец. Коля! Ставь Юпитера! Трюхов заолелся и двинулся к ночным посетителям. Это вы кино? спросил он. Что же вы днем не приехали? А когда назначено открытие трамвая? Он уже открыт. Да-да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца. Двигающиеся ноги толпы крупно. Люда, милочка, пройдитесь. Коля, начали! Начали! Пошли! Идите, 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 идите! Довольно, спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Трюхов, будьте добры. Так, Трюхов? Нет, не так, не так. Вот так. В три четверти. Вот так, пооригинальней. На фоне трамвая. Коля, начали! Говорите что-нибудь. Ну, мне, правда, так неудобно. Великолепно! Хорошо! Еще говорите? Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая, Люда. Войдите в рамку. Так, дышите глубже, вы взволнованы. Коля, ноги крупно начали. Большое спасибо. Стоп! С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым Адамовым яблоком оживился. Коля, сюда! Прекрасный типаж! Рабочий! Пассажир трамвая, дышите глубже, вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвай. Начали! Дышите! Гаврилин с ненавистью засопел. О, прекрасно! Милочка, иди сюда! Привет от комсомола! Дышите глубже, вы взволнованы. Так! Прекрасно! Коля, кончили. А трамвай снимать не будете? Спросил Трюхов застенчиво. А, видите ли, промычал кожаный режиссер, условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую! Кинохроника молниеносно исчезла. Но поедем, дружок, отдыхать, сказал Гаврилин. Ты что, закурил? Закурил, сознался Трюхов. Не выдержал. На семейном вечере голодный, накурившийся Трюхов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил, ты чудак, тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука и, главное, абсолютно простая. Мост через Гудзон. Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес Филиппику, направленную против буржуазной прессы. Эти акробаты фарса, эти гиены пера, эти виртуозы ротационных машин, кричал он. Домой его отвезла жена на извозчики. Хочу ехать на трамвае, говорил он жене. Ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать. Почему? Во-первых, это выгодно. Полисов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич, сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. Не имею чести, пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. Но-но, сказал он, что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться, зашептал Полисов, оглядываясь по сторонам. Я от Елены Станиславовны. Как? Она здесь? Здесь и очень хочет вас видеть. Зачем? спросил Остап. А вы кто такой? Я вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, нерешительно сказал Воробьянинов. Она чрезвычайно просила вас прийти. Да но откуда она узнала? Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал знакомое лицо, потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь. Все будет совершенно тайно. Знакомая женщина? спросил Остап деловито. Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем поужинам у старой знакомой, я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. Пожалуй. Тогда идем, ведите нас, таинственный незнакомец. И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки в Перелешинский переулок. Глава 14 Союз Меча и Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полисов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила «Кто там?» Воробьянина вдрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году перед открытием парижской выставки, но, войдя в комнату, и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились!» сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо!» сказала она. «Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я нелюбопытна!» «Но я приехал вовсе не из Парижа», растерянно сказал Воробьянинов. «Мы с коллегой прибыли из Берлина», поправил Остап, нажимая на локоть Ипполит Матвеевича. «Об этом не рекомендуется говорить вслух». «Ах, я так рада вас видеть», возопила гадалка. «Войдите сюда, в эту комнату, а вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?» «У-у-у-у-у», заметил Остап, «первое свидание, трудные минуты, разряжите мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?» Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот номер пять по Перелешинскому переулку стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночку с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап, и, прервав Ипполит Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал, — «В Берлине есть очень странные обычаи. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьяниного и потащилась на кухню. — А теперь действовать, действовать и действовать, — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полисова за руку. Старуха не подкачает, надежная женщина. Полисов молитвенно сложил руки. — Ваше политическое кредо? — Всегда! — восторженно ответил Полисов. — Россия вас не забудет! — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло! Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. — Мадам! — сказал он. — Мы счастливы видеть в вашем лице? Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какой-то милостиво повелеть соизволил. Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. Строгий секрет! — Государственная тайна! — Остап показал рукой на Воробьянинова. — Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мыслей, отец русской демократии и особо приближенный к императору! Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полисове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславна села на стул, в страхе глядя на Остапа. — Наших в городе много? — спросил Остап напрямик. — Каково настроение? — Ох, при наличии отсутствия, — сказал Виктор Михайлович, — стал путанно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, возомнивший о себе хам, и плашки три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее. — Хорошо! — грянул Остап. — Елена Станиславна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам? — Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой? — Без жены, — поправил Остап. — Без жены. Вы будете единственным приятным исключением. — Еще кого? — в обсуждении, к которому деятельно примкнул Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина Быстроупака Дядьева, председателя Одесской бубличной артели, московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом. Заговорил Полисов. — Я побегу к Максиму Петровичу за Некеши и Владей, а уж вы, Елена Станиславна, потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кислярским. Полисов умчался, гадалка с благоговением посмотрела на Ипполит Матвеевича и тоже ушла. — А что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич. — Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. — Почему? — Потому что! — Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег? — Каких денег? — Всяких, включая серебро и медь. — А тридцать пять рублей. — И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию? Ипполит Матвеевич молчал. — Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок, гигантом мысли и особой, приближенной к императору. — Зачем? — Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день. — Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич. — Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки. — Но ведь это же обман! — Кто это говорит? — Это говорит граф Толстой или Дарвин? — Нет! Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. — Не задумывайтесь! Молчите! И не забывайте надувать щеки! — К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай! Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Полисовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Бывший гласной городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожила города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. — Вы в каком полку служили? — Чарушников запыхтел. — Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. — Вы дворянин? — Да, был. — Вы, надеюсь, остались и мы сейчас? Крепитесь, потребуется ваша помощь. Полисов вам говорил? — За границей нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание! Остап отогнал Полисова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил, в каком полку служили. — Придется послужить Отечеству. — Вы дворяне? — Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание! Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславной владельцу Быстроупака, Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил и обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быстроупака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять. А вдруг? Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. — Крепитесь, — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. — Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам Родины. Кислярский сочувственно загрустил. — Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. — Как же? — ответил Кислярский. — Это господин Воробьянинов. — Это! — сказал Остап. — Гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору. — В лучшем случае два года со строгой изоляцией, — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришел? — Тайный союз меча и орала! — зловеще прошептал Остап. — Десять лет! — мелькнула у Кислярского мысль. — Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки. — Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап. — Меньше, чем за сто рублей я тебя не выпущу. Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. — Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам известна. Цель святая! Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом, едят бутерброды с икрой, и те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди служителей различные чувства. Полюсов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. Какие дети? – подумал он. – Почему дети? Ипполит Матвеич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Некеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец Бустроупака был чрезвычайно доволен. Красиво составлено, решил он. Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи почет. Не вышло. Мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом. Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. – Золотая голова! – думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. – Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. – Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказания Остапа. – В порядке старшинства, господа, – сказал Остап, – начнем с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. – Лучшие времена там больше, – заявил он. – Лучшие времена скоро наступят, – сказал Остап. – Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Восемь рублей дали Никеша с Владей. Мало молодые люди. Молодые люди зарделись. Полисов сбегал домой и принес пятьдесят. – Браво, гусар, – сказал Остап. – Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество? Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим в присутствии самого Ипполита Матвеевича. Считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей. – Всего, – возгласил Остап, – четыреста восемьдесят восемь рублей. Двенадцати рублей не хватает для ровного счета. Елена Станиславна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в редикюле искомые двенадцать рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. – О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, – говорил Остап на прощание. – Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. – Ну, – сказал Остап, – будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел. Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей. – Извозчик! – крикнул он. – Вези в Феникс! – Это можно, – сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. – Это что, закрыто? – По случаю первого мая. – Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде. Ну, тогда валяй на улицу Плеханова, знаешь? Остап решил поехать к своей невесте. – А раньше как эта улица называлась? – спросил извозчик. – Не знаю. – Куда же ехать? Я не знаю. Тем не менее, Остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе как бывшая губернаторская. Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься. – Вези в Сарбонну! – крикнул он. – Тоже извозчик! Плеханова не знаешь! Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян, гости шумели. Молодая была уже немолода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все – арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Гойка!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты, перезонародное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеич задержался в передней и шепнул Бендеру «Так вы не тяните, они там!» «Выстяжатель!» – ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплотите в гостинице по счету, чтобы все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи!» Ипполит Матвеич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеича проняло. «Остап поставил стул посредине комнаты и сел!» «Как вам это удалось?» – выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре-то ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди твой суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет. Отдыхал на стуле, по пути. Ипполит Матвеич сурчанием кинулся к стулу. «Тихо!» – сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела. «Вы дверь заперли?» – спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. «Такого материала теперь нет. Надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь!» Все это довело Ипполита Матвеича до крайнего раздражения. «Готово!» – сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. «Ну!» – повторял Ипполит Матвеич на разные лады. «Ну! Ну!» «Ну и ну!» – отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против одиннадцати. И этот шанс...» Он хорошенько порылся в стулья и закончил. «И этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся очистить коленки. Ипполит Матвеич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились!» Он походил по комнате. «Ничего!» Этот стул обошелся вдове больше, чем нам. Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайная ситечка. Ипполит Матвеич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь!» — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова, там потруднее будет!» Компаньоны запихнули обломки стула под кровать. И, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось пятьсот тридцать пять рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчики. На кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер пять по Перележинскому переулку. Заворачиваясь за угол, консессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «Караул!» и «Хам!» До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд вносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс. «Смотрите, смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхин сукин сын!» И Полит Матвеич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей. Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул. «Пашка! На толкучку едешь!» Паша Емельевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели?» — радостно спросил Остап. «Красота! Вот работают люди!» — Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. «Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается! Завтра вечером мы в Москве!» Часть вторая. В Москве. Глава пятнадцатая. Среди океана стульев. Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Полит Матвеевичу Воробьянинову, книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, палати, завалинки, а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов, оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых, герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящие в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Аку и, усилив ход, стал приближаться к Москве. Глава 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насопи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути последний час перед Москвой. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве Прикалки, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянин увидел себя быстро идущим между ними. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них выселись геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. — Очень удобно для свиданий, — сказал Остап. — Всегда есть десять минут форы. Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. — Куда мы, однако, едем? — спросил Ипполит Матвеевич. — К хорошим людям, — ответил Остап. — В Москве их масса, и все мои знакомые. И мы у них остановимся. — Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется. Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Причистинскому бульвару, и, свернув направо, остановились на Сивцевом в Рашке. — Что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. — Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. — Неужели монаха? — Ну, пошутил, пошутил. Имени Симашка. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношения. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям. Часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от года возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. — Свет и воздух, — сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Ипполит Матвеевича кто-то засопел, — Не пугайтесь, — заметил Остап, — это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее. Держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф. Крик, который сейчас же издал воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. — Что, больно? — осведомился Остап. Это еще ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет собственной студента Иванопола. Он купил его на сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти в два оршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы. — Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись в центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. — Дома! — ответили за дверью. — Опять к этому дураку гости с позаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. — Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели. — Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло! В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь, все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матрасе с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми, для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены, и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. И Полит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались. — Прекрасное утро, сударыня, — сказал Ипполит Матвеевич. Глубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечаниями Полит Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу, слушайте. И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала. — Звери, вы дураки! За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. Видите, они ничего не слышат. Звери, вы дураки, болваны и психопаты. Видите? — Да, — сказал Ипполит Матвеевич. — А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую. Хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. Я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле. В это время вернулся Коля со Стапом. — Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею. — Верно, ребята, — закричал Коле. — Идите к Иванополу. Это свой парень. — Приходите к нам в гости, — сказал Колина жена. — Мы с мужем будем очень рады. — Опять в гости зовут, — возмутились в крайнем пенале. — Мало им гостей. — А вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело, — сказала Колина жена, не повышая голоса. — Ты слышишь, Иван Андреевич? — заволновались в крайнем пенале. — Твою жену оскорбляют, а ты молчишь? Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась, компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку, на дверях висела записка. — Буду не раньше девяти. — Ч, Пантелей. — Не беда, — сказал Остап. — Я знаю, где ключ. Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраса. — Отлично устроимся, — сказал Остап. — Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей — сукин сын. Куда он девал матрас, интересно знать. Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив домики, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. — Аут! — сказал Остап. — Класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать. Концессионеры разослали на полу газеты, Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно. Глава 17. Уважайте матрасы, граждане. — Лиза, пойдем обедать. Мне не хочется. Я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Говори тише. Все слышно. И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраса, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коле не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы, кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих. Одно первое – борщ монастырский, и одно второе – фальшивый заяц или настоящая лапша, «Съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель, поэтому Коля пылко заговорил. «Подумай только, пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры, все болезни происходят от мяса». «Конечно», – застенчивая ирония сказала Лиза, – «например, ангина». «Да-да, ангина! А что ты думаешь, организм ослабленный вечным потреблением мяса не в силах сопротивляться инфекции? Как это глупо!» «Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов». «Ведь ты пойми», – закричал Коля, – «какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни». «Пусть отнимает!» – сказала Лиза. «Фальшивый заяц! Отнимает полгода! Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовал, что умираю. Только я не хотела тебе говорить». «Почему же ты не хотела говорить?» «У меня не было сил. Я боялась заплакать». «А теперь ты не боишься?» «Теперь мне уже все равно». Лиза всплакнула. «Лев Толстой», – сказал Коля дрожащим голосом, – «тоже не ел мяса». «Да», – ответила Лиза и Кай от слез, – «граф ел спаржу». «Спаржа – не мясо». «А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо. Ел, ел, ел. И когда Анну Карельну писал «Лопал, лопал, лопал». «Да замолчи! Лопал, лопал, лопал». «А когда Крейцер у сонату писал, тогда тоже лопал», – ядовито спросил Коля. «Крейцер у соната Малик. Попробовал был написать «Войну и мир», – сидит на Викторианских соседской. Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим толстым? Я к тебе прицепилась, толстым! Я, я к вам прицепилась, толстым!» Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку. «Куда ты идешь? Оставь меня в покое. Иду по делу». И Лиза убежала. «Много воли дано вашей сестре при советской власти», – сказали в крайнем слева пенале. «Утопится!» – решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрасы. Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрасов. Они везут их стаймя и обнимают обеими руками. Так как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего счастья? Человек, лишенный матраса, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре, приятно отдыхать в качалке, Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки. Матрас ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор неисследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят фенагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Фенагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, А девушке бескорыстно, повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Фенагент, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, С радостным гулом улетает в свой участковый улей, А отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. Матрас ненасытен. Он требует жертвоприношений. Работай! Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрас, С ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. Я сломлю твое упорство, поэт, говорит матрас. Тебе уже не надо будет бегать на телеграф, писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! Подумай о жене и детях. У меня нет жены! Кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. Она будет! И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети. Я не люблю детей. Ты полюбишь их. Я убью тебя, матрас. Щенок, если ты осмелишься это сделать, Соседи донесут на тебя автоуправление. Так каждое воскресенье под радостный звон матрасов Циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, Не интересуется архитектурой И не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи Исключительно потому, что они расположены В прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, Завистливо рассматривают Расписные потолки, Трогают руками то, что трогать воспрещено, И беспрерывно бормочут. «Эх, люди жили!» Их мучает одна мысль. Что ел здесь бывший хозяин-купец? И сколько бы это стоило при тепережней дороговизне? В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют От одного шедевра к другому, Такой человек стоит посреди зала И, не глядя ни на что, Мычит, тоскуя. «Эх, люди жили!» Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. «Это просто безобразие!» Сказала она вслух. И есть захотелось еще сильней. «Хорошо же, хорошо! Я сама знаю, что мне делать!» И Лиза краснея Купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, Есть на улице показалось неудобным. Как-никак она все-таки была матраса-владелицей И тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Глава восемнадцатая. Музей мебели. Лиза вытерла платочком рот И смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неутобно. Идти было некому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь С посещения музея. Это были комнаты, Обставленные павловским ампиром, Красным деревом и карельской березой, Мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, Стеклянные дверцы которых были крест-накрест Пересечены копьями, Стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, Что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой И четверкой бронзовых коняк, Волокущих Аполлона на премьеру Красного Мака, Показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, Воспитываемой на морковке, Как некий кролик. По углам стояли кресла С высокими спинками, Верхушки которых были загнуты На манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотела сейчас же сесть, Но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, Как выглядело бы кресло Бесценного павловского ампира Рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, Что там от кресел к бюро Переходят ее сегодняшние знакомые, Бендер и его спутник, Бритоголовый представительный старик. Вот хорошо, сказала Лиза, Будет не так скучно. Она очень обрадовалась, Побежала вниз И сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, В которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель На гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад Через круглую комнату С верхним светом, Меблированную, казалось, Только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала Гул экскурсантов, Невнимательно слушавших руководителя, Обличавшего империалистические замыслы Екатерины Второй В связи с любовью покойной императрицы К мебели стиля Луи Сэз. Это и был большой двухсветный зал С колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, Где знакомый ей товарищ Бендер Жарко беседовал Со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте!» Сказала Лиза. Оба повернулись И сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер! Хорошо, что я вас нашла, А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе!» Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвевич приосанился, Хотя ему было неприятно, Что Лиза может их задержать В важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы!» Сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно! Я поссорилась с Колей». «Вот как!» Заметил Ипполит Матвеевич. «Ну, покинем этот зал!» Сказал Остап. «А я его еще не смотрела!» «Он такой красивенький!» «Начинается!» Шепнул Остап на ухо Ипполит Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил. «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль эпоха Керенского». «Тут где-то мне говорили, Есть мебель мастера Гампса», Сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, опамимся!» Лиза согласилась, И, взяв Воробьяниного под руку, Он, казался ей удивительно милым представителем науки, Направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения И наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, Игриво смеялся. Его смешил предводитель Каманчей В роли кавалера. Лиза сильно стесняла консессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, Что в комнате нужной мебели нет, И невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату В три квадратных сажений, То и тогда средневековая ложа Не поместилась бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, Обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, Рыцарские характеры которых Не позволяли им, сломя голову, Броситься в комнату мастера Гампса. — А терпим! — шепнул Остап. — Мебель не уйдет. — А вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную. Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно. Им не было конца. — А здесь я уже была, — сказала Лиза, Входя в красную гостиную. — Здесь, я думаю, останавливаться не стоит. К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники Замерли у дверей, как часовые. — Что ж вы встали? Пойдемте. Я уже устала. — Подождите, — сказал Ипполит Матвеевич, Освобождаясь от ее руки. — Одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью. Гампсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки Были захватывающе знакомые Ипполиту Матвеевичу. Остап испытывающе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным. — Вы устали, бабушня? — сказал он Лизе. — Присядьте-ка сюда и отдохните. А мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну. — Они? — спросил Остап. — Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут. Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите. Воробьянин встал переводить глаза со стула на стул. — Позвольте, — сказал он наконец. — Двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять. — А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья. Они стали ходить между стульями. — Ну, — торопил Остап. — Спинка как будто не такая, как у моих. — Значит, не те? — Не те. — Напрасно я с вами связался, кажется. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. — Ладно, — сказал Остап. — Заседание продолжается. Стул не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой, извините. Я сейчас приду. — Чего это вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали? — Болит Матвеевич отделывался молчанием. — У вас голова болит? — Да, немножко. Заботы, знаете ли, отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе. Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. И Полит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень под суровым надзором Бендера. И Полит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестих и волнениях, но он не посмел этого сделать. — Да, — сказал он, нежно глядя на собеседницу. — Такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета? — Петровна, а вас как зовут? — обменялись именами-отчествами. — Сказка любви, дорогой, — подумала Полит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров Питер и Дреры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о родерерах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра? А быть увлекательным так хотелось. И Полит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. — Вы научный работник? — спросила Лиза. — Да, некоторым образом, — ответил Полит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. — А сколько вам лет, простите за нескромность? — К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения. Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. — Но все-таки тридцать, сорок, пятьдесят, почти тридцать восемь. — Ого! Вы выглядите значительно моложе. И Полит Матвеевич почувствовал себя счастливым. — Когда вы доставите мне счастье, увидится с вами снова? — спросил И Полит Матвеевич в нос. Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затасковала. — Куда это товарищ Бендер запропастился? — сказала она тоненьким голосом. — Так когда же? — спросил Воробьянинов нетерпеливо. — Когда и где мы увидимся? — Ну, я не знаю. Ну, когда хотите? — Сегодня можно? — Сегодня? Умоляю вас. — Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам. — Нет. Давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это май баловник, это май чуадей, ведь свежим своим опахалом. — Это жарво стихи? — М-м-м, кажется. — Так сегодня где же? — Какой вы странный. Где хотите? Хотите у несгораемого шкафа? Знаете, когда стемнеет? Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит. — Простите, мадемазель, — сказал он быстро, — но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место. У Ипполита Матвеевича захватило дыхание. — До свидания, Елизавета Петровна, — сказал он поспешно. — Простите, 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 но мы страшно спешим. И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гампсовской мебелью. — Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышла. — Молитесь на меня, молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией? — Что за издевательство? — воскликнул Воробьянинов, начавший был освобождаться из-под иго могучего интеллекта сына турецко-подданного. — Молчание! — холодно сказал Остап. — Вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель кончено, никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. — Ну и что же? — закричал Ипполит Матвеевич. — Что же сказал вам заведующий? — Сказал все, что надо, не волнуйтесь. Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги, искал полчаса и, наконец, возвращается. — Ну, как вы себе представляете, где эта мебель? — Попала! — пискнул Воробьянинов. — Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад. И только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет, она лежала на складе семь лет, она была отправлена в аукцион на продажу, аукцион глав науки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Вы удовлетворены? — Скорее! — закричал Ипполит Матвеевич. — Извозчик! — завопил Остап. Они сели, не торгуюсь. — Молитесь на меня, молитесь. Не бойтесь, гофмаршал. Вино женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за головой жилет. В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Иваны. — Они? — спросил Остап. — Боже, боже, — твердил Ипполит Матвеевич. — Они, они, они самые. — На этот раз сомнений никаких. — На всякий случай проверим, — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. — Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея? — Эти, эти, да. — А они продаются? — Продаются. — Какая цена? — Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона. — Ага. Сегодня? — Нет. Сегодня торг уже кончился, завтра с пяти часов. — А сейчас они не продаются? — Нет, завтра с пяти часов. Так сразу же уйти от стульев было невозможно. — Завершите, — пролепетал Ипполит Матвеевич, — осмотреть. — Можно? Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. — Молитесь на меня, — шептал Остап. — Молитесь, предводитель. Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. — Завтра! — говорил он. — Завтра! 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 — Ему хотелось петь. Глава 19. Баллотировка по-европейски В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайная ситечка, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору Старгородской правды, и там ей живо состряпали объявления. Умоляю, лиц, знающих место пребывания! Ушел из дому Т. Бендер, лет двадцать пять-тридцать, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет, брюнет. Указавш, прошу сообщ за приличным вознагражд... Ул Плеханова, пятнадцать, Грицацуевой. — Это ваш сын? — участливо осведомились в конторе. — Муж он мне, — ответила страдалица, закрывая лицо платком. — Ах, муж! Законный! А что? — Да ничего, вы бы в милицию все-таки обратились. Вдова испугалась. Милиция, она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц Старгородской правды, но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили. К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами «Местов нет!» и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщина с детьми и Виктор Михайлович Полисов садились в вагон из передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полисов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Пребывание Воробьяниного и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полисов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. — А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, — чем объяснить отсутствие наших руководителей? Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. — А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание? Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштаниках. Он смотрел на Полисова своим круглым разумным глазом, как бы говоря, — Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором, тебе будут подчинены все слесаря, а дворник дома номер пять так и останется дворником, возомнившим о себе хамом. — А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть сложа руки! Гадалка согласилась и заметила, — А ведь Ипполит Матвеевский герой! Герой! Елена Станиславовна! Ясно! А этот боевой офицер с ним — деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может, решительно не может! И Полисов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества, меча и орала, особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки» гражданина Кислярского. При виде Полисова Кислярский чернел, а слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоиступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полисов кипел. — Ты, Виктор, не болбачи! — говорил ему рассудительный дядьев. — Чему ты целыми днями по городу носишься? — Надо действовать! — кричал Полисов. — Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Расиполит Матвеевич сказал дело святое, и, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо. На то военные люди есть, а мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? — Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро, уверяю вас. — Ну, в этом мы не сомневаемся, — сказал Чарушников, надуваясь. — Им прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваши молодые люди. Никеша и Владев всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы Быстроупак, что ему не придется принимать непосредственно участие в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул. — Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. — Погодите, — сказал Дядьев. — Берите пример со спутника господина Воробьянинова. — Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать. И нам. Мы только помогаем детям. И там, господа, наметим кандидатуры. И по лету в ответе Воробьянину мы предлагаем в предводители дворянства! — воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся. — Куда там? Он не меньше, чем министром будет! А то и выше, подымая, в диктаторы! — Да что вы, господа! — сказал Дядьев. — Предводитель — дело десятое. О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. — Я думаю, господина Дядьева! — восторженно закричал Полисов. — Кому же еще взять бразды над всей губернией? — Очень польщен доверием, — начал Дядьев, но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников. — Этот вопрос, господа, — сказал он с надсадой в голосе, — следовало бы провентилировать. На Дядьев он старался не смотреть. Владелец Быстроупака гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки. — Я не возражаю, — вымолвил он. — Давайте пробаллотируем. — Закрытым голосованием или открытым? — Нам по-советски не надо, — обиженно сказал Чарушников. — Давайте голосовать по-честному, по-европейски, закрыто. Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки, за Чарушникова — две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором, кто бы он ни был. Когда трепещущий Полисов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. Елене Станиславу не было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала. — А городским главой я предлагаю выбрать все-таки мсье Чарушникова. — Почему же все-таки? — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна. — Просим! Просим! — закричали все. — Так считайте избрание утвержденным. Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал. — Нет-нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте. В пустую сахарницу посыпались бумажки. — Шесть голосов «за», — сказал Полисов, и один воздержался. — Поздравляю вас, господин Голова, — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. — Поздравляю вас! Чарушников расцвел. — Остается освежиться, ваше превосходительство, — сказал он дядьеву. — Слетай-ка, Полисов, в октябрь. Деньги есть? Полисов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора, заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда, наметили председателя земской и купеческой управы, попечительство о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславну выбрали попечительницей обществ капля молока и белый цветок. Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе. — Что ж, — заметил дядя Евкарица в общих чертах, — все, все как будто… А я… — раздался вдруг тонкий, волнующийся голос. Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял в конец расстроенный Полисов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полисова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и Орала». Елена Станиславна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. — Виктор Михайлович! — застонали все. — Голубчик, милый! Ну как вам не стыдно? Ну чего вы встали в углу? Идите сюда сейчас же! Полисов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславна не вытерпела. — Господа, — сказала она, — это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича? Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб. — Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером? — А? — Виктор Михайлович, — спросил губернатор. — Хотите быть попечителем? — Ну конечно же! Он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщись. — А Распопов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова! — Да в самом деле куда одевать Распопова? — В брандмейстеры, что ли? — В брандмейстеры! — заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его на пожар городского театра. — Брандмейстером! Я хочу быть брандмейстером! — Ну вот и отлично! Поздравляю вас! Отныне вы брандмейстер! — За процветание пожарной дружины! — иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все! Мы всегда были левым! Знаем вас! Господа, какой же я левый! Знаем, знаем! Левый! Все евреи левые! — Ну, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю! — Левый, левый, не скрывайте! Ночью спит и видит во сне Милюкова! — Кадет! Кадет! — Прежде всего, господа демократия! — сказал Чарушников. — Наше городское самоуправление должно быть демократичным, но без кадетишек! Они нам довольно нагадили в семнадцатом году! — Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор. — Среди нас нет так называемых социал-демократов. Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, какой партии принадлежит. Заговорили о войне. — Не сегодня-завтра, — сказал Дядьев. Полюсов усмехнулся. — Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? — А воздушный флот? — Мне один видный коммунист говорил, что у них... Ну, как вы думаете, сколько аэропланов? — Шток двести. — Двести. Не двести, а тридцать два. А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов. Да. Довели большевики до ручки. Разошлись за полночь. Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно. — Губернатор, — говорил Чарушников. — Какой же ты губернатор, когда ты не генерал? — Я штатским генералом буду. А тебе завидно? — Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня. — Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием. Запаллотированного двух немаллотированных дает. — Попрошу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу. — Что ж ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать? — Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова. — Я советский служащий. Сияла звезда. Ночь была волшебна. На второй советской продолжался спор, губернатора, с городским головой. Глава двадцатая. От Севильи до Гренады. — Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор. Завертело его нелегкое. Говорят, что видели его на станции Попасное, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. В зал кал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. — Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват. Бросил тебя бедную. Одну в такое время должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик? Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеда варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете. Никому даже Марии Ивановне не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Иванну Петухову, воробьянинскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме в Старгороде, в одном из гостиных стульев, их всего двенадцать, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне, и велела их стереть от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я от тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгород, и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник. Нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились. Жить сосвету хотели. Да я не такой. Мне пальца в рот не клади. Не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьянинском доме. Там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера сурбонно, и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю – Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову уголил. Аферист. Позориться на старости лет. Разломали мы стул. Ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал, а в то время очень угорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил. Какой, говорю, срам на старости лет. Какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя Акелев бросался и за беспартийность упрекал. Выговорю, низкий человек, мучитель Хлавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его. Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть. А я пошел к себе в номера Сорбонна и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич, очень порядочный старичок. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег, но об этом попосле. Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из Буромьянинского дома попали к инженеру Брунсу на виноградную улицу, дом номер 34. Брунс, указывается, из Старгорода, выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. Человек, он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю. А во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в Новоростцементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товара пассажирским. А ты, мое доброе, зайди, пожалуйста, к зятю. Возьми у него пятьдесят рублей. Он мне должен и обещал все отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евтигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода. Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше три рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда, гуленький, будешь писать, упомяни, невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю твой муж Федя. Но, табене, где то теперь рыщет воробьядину? Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в кастилью поездов и плеск отплывающих пароходов. Глаз на дальние альпухалы, золотистые края. Сердце шаталось, как маятник, в ушах тикало. На поязывный звон гитары, выйди, милая моя. Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. От Севильи до Гренады в тихом сумаке ночей. В пеналах стонали граммофоны, раздавался пчелиный гул примусов. Раздаются Севинады, раздается звон мячей. Словом, Ипполит Матвеич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Вот, послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. — Это вы, Елизавета Бедовна? — спросил Ипполит Матвеич зефирным голоском. В ответ пробасили. — Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь. Ипполит Матвеич испуганно замолчал. Искатель пфеферкорнов недоуменно подождал ответа, и, не дождавшись его, пополз дальше. Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. — Где же мы будем гулять? — спросила Лиза. Ипполит Матвеич поглядел на ее белое светящееся лицо, и вместо того, чтобы прямо сказать «Я здесь, Лизилья, стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве, и что Париж не, в пример, лучше белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней. — Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаедность чувствуется, а мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только ас. Есть такая песенка. Прошли через весь Пречистинский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. Ухватившись за руку Ипполит Матвеича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях, про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков, и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. После недолгих уговоров Ипполит Матвеич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил Ипполита Матвеича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пойдемте туда в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попури из Боядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. «Будьте добы!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам Норпита. «Сью минуточку!» — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена, и Полит Матвеич с чувством облегчения углубился в нее. «Однако...» — пробормотал он. «Телячьи котлеты два... двадцать пять... филе два... двадцать пять... водка пять рублей...» «За пять рублей большой графинц!» — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. «Что со мной?» — ужасался Полит Матвеич. «Я становлюсь смешон!» «Вот, пожалуйста!» — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью. «Не угодно ли вы быть? Что будете есть?» Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. «Я совсем не хочу есть!» — сказала она дрогнувшим голосом. «Или вот что... Скажите, товарищи, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?» Официант стал топтаться, как конь. «Вегетарианскую не держим-с! Разве омлет с ветчиной?» «Тогда вот что!» — сказал Липолит Матвеич, решившись. «Дайте нам сосисок!» «Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?» «Буду!» «Так вот... сосиски... вот эти... по углу двадцать пять... и бутылку водки... в графинчике будет...» «Тогда большой гофин!» Работник Нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. «Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семги, растягайчиков?» Ипполит Матвеич и продолжал бушевать дело производитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. «Почему у вас огурцы соленые? Ну хорошо, дайте два!» Официант убежал, и за столиком снова выдворилось молчание. Первой заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была. Здесь очень мило». «Да...» — протянул Ипполит Матвеич, высчитывая стоимость заказанного. «Ничего!» — думал он. «Выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то». Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Ипполит Матвеич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. «Ну вот, мы снова увидели с вами!» — развязно сказал он в публику. «Следующим номером нашей концертной программе выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте!» Ипполит Матвеич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной роще, и запел «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит, отхождение будет сыт, ходите!» Ипполит Матвеич уже порядочно захмелел. И вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаринными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать «Ходите!» Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли «дядей» и приваживали к себе на бокал пива, но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. «Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду!» «Не, зачем же? Как двойнин, не могу допустить! Синьок! Счет! Хамы!» На счет Ипполит Матвеич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. «Девять рублей! Двадцать копеек, барматалон! Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат!» Кончилось тем, что Ипполит Матвеича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте!» — говорила она. «Слушайте! Слушайте!» «Поедем в номер!» — убеждал Воробьянинов. Лиза силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне с золотой душкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. «Ночной зефею! Стойтефею!» Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебренному переулку к себе домой. «Шумеет, бежит! Гвадалквивею!» Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи его!». Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал «Ходите, вы всюду будете-то!». Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты. «Веселый барин!» — воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения и утех, при нем оставалось только двенадцать. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. А Стаб долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. Глава двадцать первая. Экзекуция. Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. Похоже на то, сказал Стаб, что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз. Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках столетия и бороде, не спадавшей на толстовку русского коверкота. Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья налицо. Цель была близка. Ее можно было достать рукой. А большой бы здесь начался переполох, подумал Остап, оглядывая аукционную публику. Если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. — Фигура, изображающая правосудие! — провозгласил аукционист. — Бронзовая в полном порядке. Пять рублей кто больше. Шесть с полтиной справа. В конце семь. Восемь рублей в первом ряду прямо. Второй раз восемь рублей прямо. Третий раз в первом ряду прямо. Гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Время тянулось мучительно. — Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше кажется ни на что негоден. Идет с предложенной цены. Бюстик Александра Третьего. А в публике засмеялись. — Купите предводитель, — съязвил Остап. — Вы, кажется, любите. Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал. — Нет желающих? Снимается с торгов бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная, к только что купленной. Василий, покажите публике правосудие. Пять рублей кто больше. В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. — Пять рублей бронзовое правосудие. — Шесть, — четко сказал гражданин. — Шесть рублей прямо. Семь. — Девять рублей. В конце справа. — Девять с полтиной, — тихо сказал любитель правосудия, поднимая руку. — С полтиной прямо. Второй раз с полтиной. Прямо. Третий раз с полтиной. Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. — Десять стульев из дворца, — сказал вдруг аукционист. — Почему дворца? — тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился. Да идите вы к черту. Слушайте и не рыпайтесь. Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго в полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамса. Василий, подайте один стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил. — Да сядьте вы, идиот проклятый! Навязался на мою голову, — зашипел Остап. — Сядьте, я вам говорю. У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели. — Десять стульев Ореховых. Восемьдесят рублей. Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. — Чего же вы не догуетесь? — набросился на него Воробьянинов. — Пошел вон, — ответил Остап, стиснув зубы. — Сто двадцать рублей позади. Сто тридцать пять там же. Сто сорок. Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья. Чудные полукресла. Дивная работа Саня из дворца же. И подняла руку. — Сто сорок пять. В пятом ряду справа. Раз. Залп потух. Слишком дорого. Сто сорок пять. Два. Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. И Полит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал. Сто сорок пять. Три. Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал «двести». Все головы повернулись в сторону консессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. «Двести раз», — сказал он. «Двести в четвертом ряду справа два. Нет больше желающих торговаться. Двести рублей гарнитур ореховой, дворцовой из десяти предметов. Двести рублей три в четвертом ряду справа». Рука с молоточком повисла над кафедрой. — Мама! — сказал Иполит Матвеевич громко. Остап розовый спокойный улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. — Продано! — сказал аукционист. — Барышня в четвертом ряду справа. — Но, председатель, эффектно? — спросил Остап. — Что бы интересно знать вы делали без технического руководителя? Иполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. — Вы купили стулья? — Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Иполит Матвеевич. — Мы! Мы! Когда их можно будет взять? — А когда хотите, хоть сейчас. — Наши стулья! Наши! 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 — кричала печень. Наши! — подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Иполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем. — А почему же 230, а не 200? — услышал Иполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. — Включается 15% комиссионного сбора, — ответила барышня. — Ну что же делать? Берите! Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. — Гоните 30 рублей, дорожайший, да поживее. Не видите, дамочка ждет. Ну? Иполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. — Ну, что же вы на меня смотрите, как солдат на ВОЖ? Обалдели от счастья? — У меня нет денег, — пробормотал наконец Иполит Матвеевич. — У кого нет? — спросил Остап очень тихо. — У меня. — А 200 рублей. И я потеял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. — Дайте деньги, — прошептал он с ненавистью. — Старая сволочь! — Так вы будете платить? — спросила барышня. — Одну минуточку, — сказал Остап, чарующе улыбаясь. — Маленькая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшийся Иполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. — Позвольте! — завопил он. — Почему комиссионный сбой? — Мы ничего не знаем о таком сбое. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей. — Хорошо, — сказала барышня кротко. — Я сейчас все устрою. Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. — По правилам аукционного торга, — звонко заявил он, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму закупленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Изумленные друзья сидели недвижимо. — Попрошу вас! — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. — Попрошу вас! — аукционист пел голосом, недопускающим возражений. Смех в зале усилился, и они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов, согнув прямые костистые плечи. В укротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжеще только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал. — Возмутительные порядки! — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. — Форменное безобразие. В милицию на них нужно жаловаться. Остап молчал. — Нет, действительно, это черт знает, что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов. — Дерут струнящихся в три дрога. Ей-богу, за какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей с ума сойти! — Да! — деревянно сказал Остап. — Правда? — переспросил Воробьянинов. — С ума сойти можно! — Можно! — Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. — Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребра! Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. — Но теперь пошел вон! — Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам. — Ах вы еще здесь, душа общества! Пошел! Ну! — Товарищ Бендер! — взмолился Воробьянинов. — Товарищ Бендер! — иди, иди! И к Иванополу не приходи! Выгоню! — Товарищ Бендер! Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. — Все пропало! — пробормотал он. — Что пропало? — угодливо спросил Воробьянинов. — Стулья отдельно продают вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста! Я вас не держу, только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо. В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. — Четыре стула из дворца, ореховые мягкие, работа Гампса, 30 рублей. Кто больше? Костапу быстро вернулись, вся его решительность и хладнокровие. — Но вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что. Тоб ни один стул не ушел. В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными. Он, как и обещал, вернулся к Ипполит Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли на готове у входа в аукцион. — Продают, продают, — зашептал Ипполит Матвеевич. — Четыре и два уже продали. — Это вы удружили, — сказал Астап. — Радуйтесь. В руках все было, понимаете? В руках. Можете бы это понять. В зале раздавался скрипучий голос, дарованной природой одним только аукционистом, крупье и стекольщиком. — С полтины налево! Три! Еще один стул из дворца Ореховой! В полной исправности! С полтины прямо! Раз! С полтины прямо! Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Астапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Астап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. — А скажите! — поспешно спросил он Астапа. — Здесь в самом деле аукцион? Да, аукцион! И здесь в самом деле продаются вещи! Замечательно! Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок. — Вот здесь действительно продаются вещи! И в самом деле можно дешево купить! Высокий класс! Очень-очень! Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных консессионеров и так быстро купил последний стул, что воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. — А скажите, стул можешь сейчас взять? Замечательно! — Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. И Полит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. И Полит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. — Добрый вечер! — решительно сказал он, и не в силах сдержаться. Ударил И Полита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу. — Так будет со всеми! — сказал Коля детским голосом. — Кто покуситься? На что именно покуситься Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. И Полит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. — Правильно! — приговаривал Остап. — А теперь по шее. Два раза. — Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разок. Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. — Ну, кажется, хватит, — сказал Коля, пряча руку в карман. — Еще один разик! — умолял Остап. — Ну, его к черту будет знать другой раз! Коля ушел. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз. И Полит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. — Гражданин Михельсон! — крикнул Остап. — Конрад Карлович! Войдите в помещение, я разрешаю! В комнату И Полит Матвеевич вошел уже слегка оживший. — Неслыханная наглость, — сказал он гневно, — я еле сдержал себя. — Ай-яй-яй! — посочувствовал Остап. — Какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги, полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно? — Я его вызову на дуэль. — Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Зная дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт. Шикарная чмара! Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья в Арсенофьевске, он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатой, но номер дома никак не мог вспомнить. — Очень шибко бежал, — сказал беспризорный. — Из головы выскочила. — Не получишь денег, — заявил внаниматель. — Дядя! Да я тебе покажу! — Хорошо, оставайся, пойдем вместе. Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садово с Паской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции станка. Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. — Казармина переулок у Чистых прудов. — Номер? — Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут, во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли. Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВО НКПС. — Наверное, уехал. Закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше, технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы о срамившегося председателя правления, принялся комбинировать. Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое — простое знакомство, второе — любовная интрига, третье — знакомство со взломом, четвертое — обмен и пятое — деньги. Последнее — самое верное, но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись картина «Большевики» пишут письмо Чемберлену, чайная ситечка и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след расплывчатый и туманный. «Ну что ж», — сказал Остап громко, — «на такие шансы ловить можно. Играют девять против одного. Заседание продолжается, слышите вы, присяжный заседатель!» Глава 22. Людоедка Элочка Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет триста слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое — хамите. Второе — хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье — знаменито. Четвертое — мрачный. По отношению ко всему. Например, «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и так далее. Пятое — мрак. Шестое — жуть, жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой — жуткая встреча. Седьмое — парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое — не учите меня жить. Девятое — как ребенка. Я бью его как ребенка при игре в карты, я его срезала как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. Десятое — красота. Одиннадцатое — толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Двенадцатое — поедем на извозчике, говорится мужу. Тринадцатое — поедем в таксо, знакомым мужского пола. Четырнадцатое — у вас вся спина белая. Шутка. Пятнадцатое — подумаешь. Шестнадцатое — уля. Ласкательное окончание имен, например, «мишуля», «зинуля». Семнадцатое — «Ого!» — ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Элочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящей над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Палча Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Элочки льстил мужчинам, она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с ней выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Элочка и не нуждалась в них, она была красива. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже четыре года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Палыч брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Элочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетила Элочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. — Хо-хо! — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе. Увидев меня такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего тридцать, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». Такой великий час. К ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мот». На первой странице Элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. — О-хо-хо! — сказала Элочка сама себе. Это значило или я, или она. Утро другого дня застала Элочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Элочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашние хозяйки Щукиной даже в подметке. По раб-кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивое в Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Элочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншиловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала МОД заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первая в черно-бурых лисах, вторая с бриллиантовой звездой во лбу, третья в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и четвертая в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. Элочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Элочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. Удачная покупка, никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Элочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля. Элочка с шиком провезла стулья по Варсенофьевскому переулку. Мужа дома не было, впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. Мрачный муж пришел, отчетливо сказала Элочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. — Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? — Хо-хо! — Нет, в самом деле... — Красота! — Да, стулья хорошие. — Знаменитые! — Подарил кто-нибудь? — Ого! — Как? Неужели ты купила? — Ну, какие же средства? — Неужели на хозяйственные? — Ведь я тебе тысячу раз говорил, Эрнестуля, хамишь! — Ну, как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет, подумаешь! — Но ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством. Шутите? — Да, да, вы живете непосредством. — Не учите меня жить! — Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей. Мрак! Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею. Жуть! Эрнест Палз замолчал. — Вот что! — сказал он наконец. — Так жить нельзя. — Хо-хо! — сказала Элочка, садясь на новый стул. — Нам надо разойтись. — Подумаешь! — Мы не сходимся характерами. Я ты толстый и красивый парниша. — Сколько раз я просил не называть меня парнишей! — Шутите! — И откуда у тебя этот идиотский жаргон? — Не учите меня жить! — О, черт! — крикнул инженер. — Хамите, Эрнестуля! — Давай разойдемся мирно. — Ого! — Ты мне ничего не докажешь! Этот спор... — Я побью тебя, как ребенка! — Нет, это совершенно невыносимо! Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать! Я сейчас же иду за ломовиком! — Шутите? — Мебель мы делим поровну! — Жуть! — Ты будешь получать сто рублей в месяц! Даже сто двадцать! Комната останется у тебя! Живи, как тебе хочется, а я так не могу! — Знаменито! — Знаменито! — Сказала Эллочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу. — Ого! Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня только мебели нет. — Красота! Эрнест Палыч через пять минут вернулся с дворником. — Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж будь так добра. А я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право. — У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом. — До свидания, Елена. — Поедешь в таксо? Красота! Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее прокинуть мировую экономику. — Кажется, будут носить длинное и широкое, — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. — Мрак! И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм. Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В десять часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. — Не врешь? — Что вы, дядя, вот сюда, в парадное. Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. — Прибавить надо, — сказал мальчик поизвозчичьи. — От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. — Ого! — спросили из-за двери. — По делу, — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. — Прекрасный мех! — воскликнул он. — Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан. — Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучше мех. Это шанхайские барсы. — Ну да, барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце изумруд? — Изумруд! Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью. И потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. — Вы, парниша, что надо. — Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. — О-хо! — Но я к вам по одному деликатному делу. — Шутите! — Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. — Хамите! — Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно! — Жуть! Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянисте и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Элочкиной жизни. — Новое дело, — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы. — Милая девушка, — неожиданно сказал Остап, — продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей. — Хамите, парниша! — лукаво сказала Элочка. — Хо-хо! — втолковывал Остап. — С ней нужно действовать иначе, — решила. — Предложим обмен. — Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Элочка насторожилась. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. — Должно быть знаменито! — заинтересовалась Элочка. — Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Элочка тихо застонала. — Хо-хо! Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланился. Глава двадцать третья. Авесолом Владимирович из Нуренков. Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его. — И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте! Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. — Без него не так смешно жить, — думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работы инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Иванополо уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ. Действовать смело, никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится, через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет, никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана, но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопола в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко. Третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. — Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали десять тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванополо помеблируется. Нам самим приятнее. В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец Садова с Паской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа. Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе номер шесть. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути. Высадившись у красных ворот, он нашел по записанному Остапам адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращенная в жил товарищество, укомплектованная, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать невыученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате номер сорок один. На дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка, а весолом Владимирович Изнуренков. В полном затмении Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты. — Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова? А весолом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонности ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост, и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками, тахта у стены была завалена газетами, на маленькой полочке стояло несколько пыльных книг, со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты рядом с грязными повалившимися набок ботинками стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполит Матвевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. — Фу! — сказал Ипполит Матвевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки. Об Ивесоломе Владимировича Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланко в шахматах, Мельников в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый, ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, в чистке сапог с желтым кремом. Шаляпин пел, Горький писал большой роман, Капабланко готовился к матчу с Алехиным, Мельников рвал рекорды, ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска, а весолом из Нуренков острил. Он никогда не острил бесцельно ради красного словца, но он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фильетонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Из Нуренков выпускал не меньше 60 первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми и все же оставался в неизвестности. Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, а весолом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и закликотал. — Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дураком он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели. Я пожалуюсь прокурору! Я уплачу, наконец! Ипполит Матвей стоял на месте, а Из Нуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Из Нуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. — Поймите же, — заговорил хозяин примирительным тоном, — ведь я не могу на это согласиться. Ипполит Матвеич на месте Из Нуренкова тоже, в конце концов, не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья, но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. — Это не я виноват. Виноват сам мус-пред. — Да, я осознаюсь, я не платил за прокатный пианино восемь месяцев. Но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. — У меня ничего нельзя описать. Это мебель — орудие производства. И стул — тоже орудие производства. Ипполит Матвеич начал кое-что соображать. — Отпустите стул! — завизжал вдруг Ависалом Владимирович. — Слышите вы, бюрократ! Ипполит Матвеич покорно отпустил стул и пролепетал. — Постите, не до изумения. Служба такая. Тут из нуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел. Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол. — Так вы не возьмете сегодня мебель? Хорошо! А-а-а-а! Ипполит Матвеич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. — Подождите! — крикнул вдруг из нуренков. — Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности! Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеича. — Высокий класс! — бормотал Авесолом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергией. — Ах! Ах! С этими словами он дал предводителю полтинник. — Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста! Всякий труд должен быть оплачен! — Примного благодаем! — сказал Ипполит Матвеич, удивляясь своей изворотливости. — Спасибо, дорогой! Спасибо, душечка! Идя по коридору, Ипполит Матвеич слышал доносившиеся из комнаты из нуренкова блеяние, виск, пение и страстные крики. На улице Воробьянина вспомнил про Остапа и задрожал от страха. Эрнест Палч-Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленный ему на лето приятелям, и решал вопрос — принять ванну или не принимать? — Пойду умоюсь. — Хорошо, — сказал Эрнест Палч. Все было хорошо. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Палч засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Палч поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить. Эрнест Палч зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Палч решил позвать дворника. Пусть хоть он воды принесет, решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, а то черт знает, что такое. Эрнест Палч вспомнил, что дворник живет в парадном под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Палч не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. — Дворник! — крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. — Гу-гу! — ответила лестница. — Дворник! Дворник! Гум-гум! Гум-гум! Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Палч, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. Эрнест Палч трусливо заходил по площадке. С ума можно сойти! Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Палч чуть не заревел. Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый, усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему не стоило. Нету другого выхода, нету, только спрятаться у дворника. Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Палч медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Орликина, подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Эрнест Палч, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый с собаками, кот взлетел на девятый этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды. «Господи!» — сказал инженер. «Боже мой! Боже мой!» Жизни не было. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Палч совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было. Глава двадцать четвертая. Клуб автомобилистов. В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор. Выбирались из загона материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер, заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос. — Как? Сегодня не будет шахмат? — Не вмещаются, — ответил секретарь. — Но ведь сегодня же суббота. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд. — Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк. Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, но его оттеснили. Пришел репортер Персидский. — Нужно давать впечатление с пленума? — спросил он очень тихо. — Конечно! — закричал секретарь. — Ведь позавчера говорили. — Пленум есть, — сказал Персидский еще тише. — И две зарисовки, но они не дают мне места. — Как не дают? С кем вы говорили? Что, не посходили с ума? Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персидский. За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул. Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник. — Ага, — сказал секретарь. — Очень хорошо. Есть тема для карикатуры в связи с последними телеграммами из Германии. — Я думаю так, — проговорил художник. — Стальной шлем и общее положение Германии. — Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите. Художник пошел в свой отдел. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса. Когда он дошел до места, однако содержание последнего пакта таково, что если Лига наций зарегистрирует его, то придется признать, что... К нему подошел суд и быт, волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону суда и быта, и делая в передовой ненужные пометки. Суд и быт зашел с другой стороны и сказал обидчиво. — Я не понимаю. — Ну-ну, — забормотал секретарь, стараясь оттянуть время. В чем дело? Дело в том, что в среду суда и быта не было, в пятницу суда и быта не было, в четверг поместили из загона только и алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом, выкинул шахматы и вместо них поставил суд и быт. Наступило самое горячее редакционное время — пять часов. Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала. У меня сегодня сверхурочная работа, я очень занята. Это значило, что она любит другого. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой. Дайте десять копеек на трамвай. За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали читчики, и, потрогав руками кипа корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди, их сделала такими необходимость прочитывания в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом. Молчали. Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева. Поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз. Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи. — Слушай, Александр Иосифович, ты подожди, дело серьезное, — сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. — У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев. Можешь не сомневаться. — Что? Ты думаешь, мертвое дело? — Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов? — Уже очень много. Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся. За пятьсот рублей мы покупаем на кладбище машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысячи. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца, к августу, мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет куда ему угодно. А пятьсот рублей на покупку даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя. Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном правду. Он подумал и отказался. — Ты! — сказал Авдотьев. — Старик! Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцати копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персидский с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал. — Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала. И Персидский вместе с Авдотьевым начали новый обход. — Ты, старый матрас, говорил Персидский голубоглазому юноше. — На это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года. Насколько? На пятьдесят. Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль. — А если моя облигация выиграет, — защищался юноша, — а сколько ты хочешь выиграть? — Пятьдесят тысяч. На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю, то же. И если Авдотьев то же. Словом, чья бы облигация не выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь, по военно-грузинской дороге, горы, дурак. А позади тебя, на собственных машинах, суды быт Кати, Дхроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино. Ну, ну, ухаживать будешь. Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бабах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лона нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял. Одна машина с кладбища была гарантирована на составленный из облигаций капитал. Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба. — А что, ребятки, — сказал он, — не записаться ли так же и мне? — Запишись, старик! — Отчего же, — ответил Авдотев. — Только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект и прием новых членов прекращен до 1929 года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно, двадцать копеек в год и ехать никуда не нужно. Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую. — Скажите, товарищ, — остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, — Где здесь редакция газеты «Станок»? Это был великий комбинатор. Глава двадцать пятая разговор с голым инженером Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Палча днем, квартира была заперта и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томяс жажды деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, мосельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Палчем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом, было очень жарко, белая лошадь громко просила извинения, Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причины возможности для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидский не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх, прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. За такие штуки надо морду бить, решил Остап. Он бросился наверх. У двери Щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. О-о-о, стонал голый. О-о-о-о. Скажите, это вы здесь льете воду? Спросил Остап раздраженно. Что это за место для купания? Вы с с ума сошли? Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню, посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор. Ключ, замычал инженер. — Что ключ? — спросил Остап. — От квартиры. — Где деньги лежат? — голый человек и кал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать, и когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. — Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто! Стараясь не запачкаться о голову, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны, вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла с покойным прудом, по которому тихо лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Палч с криками «Пардон! Пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером, голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. — Да, — сказал Остап. — Так это вы, инженер Щукин? — Я... Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право. О, пожалуйста, антрну, тет-а-тет, в четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить. — Гран-мерси, дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло. — Да, пожалуйста, — воскликнул Эрнест Палыч. — Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести? Сегодня же? Нет, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко. Для меня это нетрудно. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь в точь как первый. Остапа не тревожила неудачи с этим стулом четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. — Ого, — сказал технический руководитель, — я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью, чтобы позабавиться надо мной? — Товарищ Бенду, — пробормотал предводитель, — ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите. Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз. Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. — Не мучьте дитю, — забосил он наконец. — Где стул? Почему вы его не принесли? Сбивчивый доклад Ипполит Матвеевича прервался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. — А мои инструкции? — спросил Остап Грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно. Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, — это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот овесолом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне, Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь. Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов, представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия. Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать. Да, мой друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите двадцать процентов? Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. Почему же вы не хотите? Вам мало? Мало. Но ведь это же тридцать тысяч рублей. Сколько же вы хотите? Согласен носок. — Грабеж среди бела дня, — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. — Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры? — Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич. — Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич, все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа, может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове, кто знает. Конца пути не было видно, к берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений. Глава двадцать шестая. Два визита. Подобно распеленатому малютке, а весолом из ныренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше, чем на минуту. Если астрота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, из ныренков не убеждал редактора, как другие, что астрота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую астроту. Что плохо, то плохо, — говорил он, — кончено. Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, из ныренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть. А может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью или книгу, умение хорошо одеваться и вести себя в обществе. Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали. Из ныренков бегал по комнате и печати на мебели, тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. — Ах! Ах! — скрикивала Ави Солом Владимирович. — Божественно! Царица, голосом и взором, свой пышный оживляет пир. — Ах! Ах! Высокий класс! Вы королева Марго! Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. — Ну, ешьте шоколад! Ну, я вас прошу! — Ах! Ах! Очаровательно! Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом. — Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск! Вы меня слепили, честное слово. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйвелев башня? Ах! Ах! Какие руки! Какой нос! Ах! Он не обнимал девушку, ему было достаточно говорить ей комплименты. И он говорил их без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал. — Из нырёнков здесь живет? — Этого и есть! А веселом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. — Что же это, товарищ? — жестко сказал Бендер. — Это совсем не дело прогонять казенного курьера. — Какого курьера? — ужаснулся Из нырёнков. — Сами знаете, какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул. Строго проговорил Остап. Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. — Нет! Сидите! — закричал Из нырёнков, закрывая стул своим телом. — Они не имеют права. Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель. Закон надо соблюдать. С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе. — Вывожу мебель! — решительно заявил Бендер. — Нет, не вывозите! — Как же не вывожу! — усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор. — Когда именно увожу? А весолом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьёй. Тот уже спускался по лестнице. Из нырёнков ввелся вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице, а весолом Владимирович бежал за стулом до самого угла. А здесь он увидел воробьёв, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветлёнными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнёс. — Высокий класс! Какой поворот темы! Увлечённый разработкой темы, из нырёнков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. Остап отвёз стул на извозчики. — Учитесь! — сказал он Ипполиту Матвеевичу. — Стул взят голыми руками. Даром, вы понимаете? После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил. — Шансы всё увеличиваются! — сказал Остап. — А денег ни копейки. — Скажите, а покойная ваша тёща не любила шутить? — А что такое? — Может быть, никаких бриллиантов нет? Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нём поднялся пиджачок. — В таком случае всё прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится ещё только на один стул. — А вас, товарищ Бенда, сегодня в газетах писали, — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. — Что вы мелите? В какой газете? Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. — Вот здесь. В отделе «Что случилось за день?» Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах. Наши шпильки и злоупотребители под суд. Действительно, в отделе «Что случилось за день?» Но он по релью. Было напечатано. — Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 Гр. О. Бендер. Пострадавший отделался лёгким испугом. — Это извозчик отделался лёгким испугом, а не я! — ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты. Пишут, пишут и сами не знают, что пишут. — Ах! Это станок! — Очень-очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история. Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений. Ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку. Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность. — Тот, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, — сказал Бендер. — Какая клевета? — спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри. Редактор прочел указанную Остапом заметку. — В чем же вы, товарищ, видите клевету? — Как же? А вот это! Пострадавший отделался легким испугом. — Не понимаю. Остап ласково смотрел на редактора и на стул. — Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно. — Вот что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. — Но все равно я так этого дела не оставлю, — говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было нужно. Глава 27. Замечательная допровская корзинка Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из Быстроупака выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. — Куда очередь стоит? — спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полисов. — Дожили, — говорил брендмейстер. — Скоро все нажмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня. Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полисовым в спор и ссылались на Старгородскую правду, доказав Полисову как дважды два четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. Молодцы из Быстроупака, закупив всю муку в лабазе, перешли на Бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за сахаром стоял Альхин, за ним его жена Сашхин, Паша Емельевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать презреваемых старушек в тольденоровых нарядах. Выкачив из магазина Старгико полпуда сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Емельевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструшки он изъял Пашу Емельевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застенчиво перепродавал в частные лавочки, добытые сахар, муку, чай и маркизет. Полюсов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации. Губернатор Дядьев заработал в один день 10 тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его в конец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом — столик. Кроме того, она заменяла шкаф. В ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. «Можешь меня не провожать?» — сказал опытный муж. И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку. «Куда вы?» — гражданин Кислярский окликнул полисов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам. «Иду сознаваться», — ответил Кислярский. «В чем?» — в мече и орали. Виктор Михайлович лишился языка, а Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губ прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к дядьеву. «Кислярский!» — провокатор! — закричал брандмейстер. «Только что пошел доносить! Его еще видно!» «Канг! И корзинка при нем?» — ужаснулся старгородский губернатор. «При нем!» — дядьев поцеловал жену и стремклав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонял, словно курица, снесшее яйцо, и побежал к владе с некешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губ прокуратуре. Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую бомбон де Варсови, выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губ прокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано «Губернский прокурор» и вежливо постучал. «Можно?» — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос. Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яицовидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и Орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем. «Вот он!» — воскликнул Дядьев. «Самый главный октябрист!» «Во-первых!» — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу. «Во-первых, я не октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти. А в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...» «Красноармейская!» — вскричал Дядьев. «Номер три!» — хором сообщили Владе и Никеша. «Во двор и налево!» — добавил Виктор Михайлович. «Я могу показать!» Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславну. Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. Мадам Грицацуева Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей ловчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях малого совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения. Елена Станиславна, встревоженная исчезновением всего старгородского ореопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя, пикового короля. Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты, пиковые короли, и увели прорицательницу в казенный дом к прокурору. Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. «Дожились!» – сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из подмышки перышко. Мадам Грицацуева Бендер в страхе кинулась к дверям. В догонку ей полилась горячая сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. «При наличии отсутствия!» – раздраженно сказала птица. И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшие у двери вдове, как бы говоря, «ну как вам это понравится, вдовица?» «Мать моя!» – простонала Грицацуева. «В каком полку служили?» – спросил попугай голосом Бендера. «Крах! Европа нам поможет!» После бегства вдовы попугай оправил на себя манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет. «Попка, дурак!» Вдова бежала по улице и голосила, а дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич. «По объявлению», – сказал Варфоломеич. «Два часа жду, барышня». Тяжелая копыта предчувствия ударила Грицацуеву в сердце. «Ох!» – запела вдова. «Истомилась душенька! От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?» Вдова упала на мешки с мукой. «Какие у вас организмы слабые!» – сладко сказал Варфоломеич. «Я бы хотел с первоначалу насчет вознаграждения уяснить себе. «Ох! Все берите! Ничего мне теперь не жалко!» – причитала чувствительная вдова. «Так вот-с! Мне известно пребывание сыночка вашего О-Бендера. Какое вознаграждение будет? Все берите!» – повторила вдова. «Двадцать рублей!» – суха сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. «Сколько?» – переспросила она. «Пятнадцать рублей!» – спустил цену Варфоломеич. Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетеля небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены. «Ну что ж, бог с вами! Пусть пять рублей будет, только деньги попрошу вперед! У меня такое правило!» Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки, не выпуская их из рук, стал читать. «Вот, извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит, умоляю, ушел из дома товарищ Бендер, зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет. Правильно ведь?» «Это Старгородская правда, значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. «Вот, попал под лошадь...» «Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте. Попал под лошадь...» «Да жив! 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 Говорю вам, жив!» «Не, чтобы я за покойника деньги брал бы!» «Так вот, попал под лошадь...» «Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8964...» «Гражданин О. Бендер, пострадавший, отделался легким испугом. Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки жрет. У меня уж такое правило!» Вдова с плачем отдала деньги муж. Ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно, найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно. Письмо отца Федора, писанное в Ростове, в водогрейне Млечный путь, жене своей в уездный город Н. «Милая моя Катя, новое огорчение постигло меня, но в этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов, сейчас же побежал по адресу. Да, — сказали мне, — служил у нас такой, ответственную работу исполнял. Только, говорят, в прошлом году от нас ушел. Переманили его в Баку на службу в Азнефть по делу техники безопасности. Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил два рубля двадцать пять копеек. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у удра тетеньки. Гуленький напишет тоже. Да, совсем было позабыло рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуюсь тихим доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход. Купить английское кепи за два Р-50К. Брату твоему булочнику ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя. Глава 28. Курочка и тихоокеанский петушок. Репортер Персидский деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона. В разгар работы вошел Степа из науки и жизни. За ним плелась тучная гражданка. — Слушай, Персидский, — сказал Степа, — к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам объяснит. Степа, посмеиваясь, убежал. — Ну, — спросил Персидский, — что скажете? Мадам Грицацуева, это была она, возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку. — Так, — сказал Персидский, — попал под лошадь, отделался легким испугом. В чем же дело? — Адрес, — спросительно молвила вдова. — Нельзя ли адрес узнать? — Чей адрес? — О Бендера. — Откуда же я знаю? — А вот товарищ говорил, что вы знаете. — Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол. — А может, вы вспомните, товарищ, в желтых ботинках. — Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Я занят, гражданка. Но вдова, которая почувствовала к Персидскому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча на крахмалиной нижней юбкой, повторяла свои просьбы. — Что я могу сделать? — раздраженно спросил Персидский, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О Бендера? Что я лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине? Вдова отвечала смутным рокотом, которым можно было разобрать только товарищ и очень вас. Репортер осатанел. — Вот что, тетка! — сказал он. — Так и быть. Я вам скажу, где ваш О Бендер. Идите прямо по коридору, потом повернете направо и идите опять прямо. Там будет дверь, да? Спросите Черепенникова. Он должен знать. И Персидский, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору. Коридоры дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По-любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь, а иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух. Он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад. — Товарищ Бендер! — закричала вдова в восторге. — Куда же вы? Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. — Подождите, что я скажу! — просила она. Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Свои любимые он оставил только эхо, которые долго повторяли ей лестничные шумы. Ну, спасибо! — бурчал Остап, сидя на пятом этаже. Нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уж ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором. В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячу дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки, разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно, ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со всеусиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, оргоделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу с железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. Наконец, говорит Сацуева, попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад, но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой. В Москве любят запирать двери. Тысячи парадных подъездов, заколоченные изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел 18-й год. Давно уже стало смутным понятие «налет на квартиру». Сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности. Разрешается проблема уличного движения. Строятся огромные электростанции. Делаются величайшие научные открытия. Но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика. И с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха? И закрытые двери есть только отголосок, учиненного королем скандала? В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко, стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдини, расцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне. Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит. Там, где нельзя поставить барьеры или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, там протягивают веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека. К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Умоляю им снять рогатку, поставленную нерадимому правдомам у своей развороченной панели. Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью, воздух чист, и в голову лезут умные мысли. Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пипельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. — Суслик! — позвала вдова. — Суслик! Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые радужные призраки. Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунду, и он пропал бы за поворотом. — Со стоном. — Товарищ Бендер! Бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. — А! — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. — Вы тоже здесь? — Здесь! Здесь! — твердила вдова радостно. — Обними же меня, моя радость! Мы так долго не виделись! — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия. — Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома! Вдова была лишена фантазии. — Суслик! — сказала она в пятый раз. — Откройте мне дверь, товарищ Бендер! — Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки? Вдова мучилась. — Ну, чего вы терзаетесь? — спрашивал Остап. — Кто вам мешает жить? — Сам уехал, а сам спрашивает. И вдова заплакала. — Утрите ваши глазки, гражданка! Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе! А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер! — Ну и как вам теперь живется на лестнице? Не дует? Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. — Изменщик! — выговорила она, вздрогнув. У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел. — Частица черта в нас заключена подчас, и сила женских чар родит в груди пожар. — Чтоб тебе лопнуть! — пожелала вдова по окончании танца. — Браслет украл, мужник подарок, а стул зачем забрал? — Вы, кажется, переходите на личности, заметил Остап холодно. — Украл, украл! — твердила вдова. — Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал. — А ситечка кто взял? — Ах, ситечка! Из вашего неликвидного фонда! И это вы считаете кражей! В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны! — Унес! — куковала вдова. — Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровье кухонную принадлежность, то, значит, он вор? — Так вас прикажете понимать? — Вор! Вор! В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод. Вдова кинулась на дверь, стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. — Обниматься некогда, — сказал он. — Прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли! — Караул! — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах. На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом. Глава двадцать девятая Автор Гаврелиады Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярии, к дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызгут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. — Доброе утро, — сказал Никифор, — написал замечательные стихи. — О чем? — спросил начальник лиц странички. — На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал… Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певучий сказал. — Баллада о гангрене. — Это интересно, — заметила гигроскопическая персона. — Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики. Ляпис немедленно задекламировал. — Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слег. Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. — Вы делаете успехи, Трубецкой, — одобрил редактор. Но хотелось бы еще больше, вы понимаете. В журнале «Будни марзиста» Ляписа встретили гостеприимно. — Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Вчера у меня вылилась такая поэма, называется «Последнее письмо». Вот. Служил Гаврила почтальоном. Гаврила письма разносил. История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. — Где же происходило дело? — спросили Ляписа. — Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил — членов Союза работников связи. — В чем дело? — сказал Ляпис. — Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый. — Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции. — А почему вы не хотите почтальона? — Пусть полежит. Мы его берем условно. Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел снова в Герасим и Муму. Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». — Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил. — Учи хорошо, — сказал добрый наперников. — Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву. — И зайца, — сказал конкурент. — Почему же зайца? — удивился Наперников. — Потому что не сезон. — Слышите, Трубецкой, измените и зайца. Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил» и так далее. Кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На пушке». Начиналась она так. Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал. Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название о хлебе, качестве продукции и о любимых. Поэма посвящалась загадочной хиничлег. Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов туда, где Ляписа никогда не печатали. Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с работягой Персидским. — А! — воскликнул Персидский. — Ляпсус! — Слушайте! — сказал Никифор Ляпис, понижая голос. — Дайте три рубля. Мне Герасиму Муму должен кучу денег. — Полтинник я вам дам. Подождите, я сейчас приду. И Персидский вернулся, приведя с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. — Но как торговали? — спрашивал Персидский. — Написал замечательные стихи. — Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал. — Что, Гаврила? Ведь это же халтура! — защищался Ляпис. — Я написал о Кавказе. — А вы были на Кавказе? — Через две недели поеду. — А вы не боитесь, Ляпсус? — Там же шакалы. — Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые. После этого ответа все насторожились. — Скажите, Ляпсус? — спросил Персидский. — Какие, по-вашему, шакалы? — Знаю я, отстаньте. — Ну, скажите, если знаете. Ну, такие в форме змеи. — Да-да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами. — Никогда я этого не говорил! — закричал Трубецкой. — Вы не говорили. Вы писали. — Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели, и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас стихотворение «Кантон» — «Пеньюар» — это бальное платье? — Почему вы мещанин? — сказал Ляпсус хвостливо. — Почему в стихотворении «Скачка на приз» Буденного жакей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? — Вы видели когда-нибудь? — Супонь. — Видел. — Ну, скажите, какая она? — Оставьте меня в покое, вы псих. — А облучок видели? На скачках были? — Не обязательно всюду быть! — кричал Ляпсус. — Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции. — О, да! Эрзерум ведь находится в Тульской губернии! Ляпсус не понял сарказма. Он горячо продолжал. — Пушкин! Писал по материалам! Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. — А мне про скачки все рассказал Энтих! После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. — Вы писали этот очерк в Капитанском мостике? — Я писал. — Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас! Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. — Ну, дружили же вы Капитанскому мостику! Мостик теперь долго вас не забудет! Ляпис! — В чем дело? — Дело в том, что… — Вы знаете, что такое домкрат? — Ну, конечно, знаю! Оставьте меня в покое! — Как вы себе представляете, домкрат? Опишите своими словами! — Такой-такой падает, одни условно. — Домкрат падает! Заметьте все! Домкрат стремительно падает! — Подождите, Ляписус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его! Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро двадцать первый том Брагауза. — Слушайте! Домкрат — немецкий даумкрафт — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брагауз с Суфроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? — Почему вы халтурите? Вместо того, чтобы учиться, ответьте! — Мне нужны деньги, но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщите за полтинником. — Я купил мебель и вышел из бюджета. — И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит. Грош! — Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе. — В форме змей? — Нет, из дворца. Но меня постигло несчастье. — Вчера я вернулся ночью домой. — От хины члег! — закричали присутствующие в один голос. — Хина! С хины я сколько времени уже не живу! — Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу! Окно открыто! Я сразу почувствовал, что что-то случилось! — Ай-яй-яй! — сказал Персидский, закрывая лицо руками. — Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр. Гаврила дворником служил. Гаврила в дворнике нанялся. — Дайте мне договорить! Удивительное хулиганство. Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт. — Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите, сейчас. — Вот! Гаврила стул купил на рынке. Был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в голос комода. — Эх вы! Халтурщик! Глава тридцатая В театре Колумба Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. — Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве? — А зачем вам? — Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа? — Киса, — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь. — Кон гениально! Так вот что, киса! Ничего-то вы толком не умеете. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? — Об аукционе я уже не говорю. Нашли время для кабеляжа. В вашем возрасте кабелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. То ли дело я. За мною стул вдовицы, за мною два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я. В редакцию и кляпису я ходил. И только один единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага архиепископа. Не слышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного кису. Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре «Колумба» представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить, оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула, или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему. «Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит. Постанавливаю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фраг. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается Финитоля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. «О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!» Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей. Жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась. В люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, калстуках собачья радость и ботиночках Джимми. Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом Коммунар, между бывшим Филипповым и бывшим Елисеевым. Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских. Они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона юных пионеров с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера. Но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен. Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки, карские, кавказские и филейные. Горячий пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино великий немой неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулки в вестибюль театра «Колумба». Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места. «Все-таки», — сказал он, — «очень долго. Шестнадцатый от юбля». «Как я не люблю», — заметил Остап, — «этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?» «Ну а куда же? Ведь без билета не пустят». «Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники, а остальные граждане, их, как можете заметить, подавляющее большинство, обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные, зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакции, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации ТЕА и кинокритиков, общества слезы бедных матерей, школьного совета, мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича, — Мне только справку! Вы не видите, что я даже калош не снял? — пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. — Скорее! — крикнула на Остапу. — Вашу бумажку! — Два места, — сказал Остап тихо в партере. — Кому? — Мне. — А кто вы такой, чтобы я давал вам места? — А все-таки думаю, что вы меня знаете. — Не узнаю! Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду. — Ходят всякие, — сказал администратор, пожимая плечами. — Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе. Где я его видел? И машинально выдавая пропуска счастливым теа и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил. Эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, раступился. К удивлению Воробьяниного, привыкшего классической интерпретации женитьбы, подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек, словами которые в пьесе не значились, подколесин возопил «Степан!». Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки эсмарха загремели. «Степан!» — повторил подколесин, делая новый прыжок. Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, подколесин трагически спросил. «Что же ты молчишь, как лига наций?» «Очевидно, я Чемберлена испужался», — ответил Степан, почесывая шкуру. Чувствовалось, что Степан оттеснит подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы. «Ну что, шьет портной сюртук?» Прыжок. Удар по кружкам эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил. «Шьет!» Оркестр сыграл попури из «Чио-Чио-Сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской. «А что?» — спросил подколесин. «Не спрашивал ли портной?» «На что, мол, барину такое хорошее сукно?» Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил. «Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?» «А не спрашивал ли портной? Не хочет ли, мол, барин жениться?» «Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты?» После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос подколесина. «Граждане, не волнуйтесь! Свет потушили нарочно по ходу действия. Этого требует вещественное оформление». Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога. «Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал! Ах, ты заметил, несмотря на темноту! А я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо!» В антракте концессионеры прочли афишу. Женитьба. Текст Н.В. Гоголя. Стихи М. Шершеляфамова. Литмонтаж И. Антиохийского. Музыкальное сопровождение Х. Иванова. Автор спектакля Ник Сестрин. Вещественное оформление Симбиевич Синдиевич. Свет Платон Плащук. Звуковое оформление Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим. Мастерской Крут. Парики. Фома Кочура. Мебель. Древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе имени Валтасара. Инструктора кроватики Жоржета Тираспольских. Гидравлический пресс под управлением монтера Мечникова. Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ Крут. — Вам нравится? — робко спросил Ипполит Матвеевич. — А вам? — Очень интересно. Только Степан какой-то странный. — А мне не понравилось, — сказал Остап. — В особенности то, что мебель у них каких-то мастерских вагопаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад? Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах. Сцена свадовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоки начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихонова должна была упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трикотелесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью «Я хочу под Колесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, под Колесин, Кочкарев, в балетных пачках и сваха в костюме вагона вожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для закрытия чего был снова погашен свет. Женихи были очень смешны, в особенности яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом. Напрасно купец Стариков кричал, что его душит патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея под Колесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чимберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся. — Я доволен спектаклем, — сказал Астап, — стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут. Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. — Но, — сказал Астап, — вам, кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренно в Нижний. Так что выберите два жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Не беда, посидим. Всего одна ночь. На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми, блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинт. Автор спектакля и главный режиссер, Ник Сестрин, прогуливался с женой по перрону. Под Колесин с Качкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских. Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась, погоня за стульями входила в решающую стадию, удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой, пыль садилась на мокрые, потные лица, подкатывали пролетки, пахло бензином, наемные машины высаживали пассажиров, навстречу им выбегали ермаки Тимофеичи, уносили чемоданы и овальные бляхи их сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло. — Ну, пойдем и мы, — сказал Остап. Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безинчуком. — Безинчук! — сказал он в крайнем удивлении. — Ты как сюда попал? Безинчук снял шапку и радостно остолбенел. — Господин Воробьянинов! — закричал он. — Почет дорогому гостю! — Ну, как дела? — Плохи дела! — ответил гробовых дел мастер. — Что же так? — Клиента ищу! Не идет клиент! — А сюда тебя зачем принесло? — Товар привез. — Какой же товар? — Свой товар! Проводник знакомый помог привезти за даром в почтовом вагоне по знакомству. Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безинчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый пыльный гроб с безинчуковской витрины. — Восемь штук! — сказал Безинчук самодовольно. — Один к одному, как огурчики. — А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно. — А гриб? — Какой гриб? — Эпидемия. Мне просец сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хранит людей нефтьем. Весь материал перевели, вот я и решил дела поправить. Остап, прослушавший весь этот разговор, с любопытством вмешался. — Слушай, ты, папаша, это в Париже гриб свирепствует. — В Париже? — Ну да, поезжай в Париж, там подмолотишь, устроишься лейб гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит. Безинчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверение Прусиса, трупы не валялись. Люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись. Поезд давно уже унес, и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику. А Безинчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем. Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Глава тридцать первая. Волшебная ночь на Волге. Влево от пассажирских дебаркадера Волжского государственного речного пароходства, под надписью «Чаль за кольца решетку береги стены не касайся» стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым. Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода Антон Рубинштейн, стоявшего у дебаркадера номер два. Скрябина не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича. «Что вы переживаете?» — спросил Остап. «Пообразите, что Скрябин здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у вас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет». Остап еще в поезде успел побеседовать с монтером Мечниковым и узнал от него все. Пароход Скрябин, заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризировалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с женитьбой. Скрябин опоздал, поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Разворачиваясь против течения, подходил пароход Скрябин. На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие, в облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинт выбежали из трактира Плот. Над несгораемой кассой уже трудились грючники, инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходним. Симбиевич Синдиевич в заботах о вещественном оформлении простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории. В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям, и, будучи вне себя, поволок был один стул в сторону. — Брасьте стул! — завопил Бендер. — Вы что, с ума спятили? — Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход. Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. — Где же мы будем обедать? — волновались они. — А если дождь? — Ой, — сказал Ник Сестрин своему помощнику. — Не могу. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления? — Что вы, Николай Константинович, артисты к ритму привыкли. Тут поднялся новый голдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту. — Так-так, — говорила Пятерка с иронией, — а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. — Почему же вы мне раньше не сказали? — кричал член комиссии. — Откуда я мог знать, что он заболеет? Это чёрт знает что! Тогда поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. — Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите. Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали пропуск. — Товарищ! — заорал Бендер. — Вы, вы, толстенький! Которому художник нужен! Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы. — Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее — исполнение художественных плакатов, надписи и окончание транспаранта. — Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу. — И вы можете сейчас уехать с нами. Это будет трудновато, но я постараюсь. Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом. — Ваши условия? — спросил Остап дерзко. — Имейте в виду, я не похоронная контора. — Условия сдельные, по расценкам Рабиса. Остап поморщился, что стоило ему большого труда. — Кроме того, еще бесплатный стол, — поспешно добавил толстунчик, — и отдельная каюта. — Ну, ладно, — сказал Остап со вздохом. — Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент. — Ну, а счет мальчиков-то не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. — Ну, пускай и по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же рядом в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Оглушенные одиноки. Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Ляск лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. — Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сход не снимают. Бегите скорей. Пропустите этого гражданина. Вот пропуск. Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. — Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно. — Мальчик, — сказал Остап, — разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Толстяк угрюмо отошел. — Но киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что. Я художник, окончил в Хутемас, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад на берег. — Вы умеете рисовать? — Очень жаль. — Я, к сожалению, тоже не умею. Он подумал и продолжал. — А буквы вы умеете? — Тоже не умеете. Совсем нехорошо. Ведь мы-то художники. Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте. Глава 32. Нечистая пара. На пароходе стали просыпаться. На пристань Бармина полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Пол реки облилось шевелящейся пеной. Скрябин задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано, поэтому тираж решили начать в 10 часов. Служба на Скрябине начиналась словно бы и на суше, аккуратно в 9. Ведь никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. Великий комбинатор, обжигая босые ступни, а верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, молюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке. Все на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма. Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способности все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап с помощью мальчика-кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся молевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельные линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов. Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Выхода, однако, не было. Приходилось довольствоваться и этим. На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной полились первые звуки доклада о международном положении. Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка, оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням, за ним повалила толпа. Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, парминцы смотрели и слушали. Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу. — Паропьянинов! — шепнул он. — Для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить, пойте погромче. Старик опешил. — Что же мне петь? Ну же, во всяком случае, не боже царя храни. Что-нибудь страстное, яблочко или сердце красавицы. Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арии, это вам не экспериментальный театр. Голову оторву! Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери. Ник Сестрин, режиссер театра «Колумба». Зеркало очистилось, затем в нем снова появился Великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Аполит Матвеевичем, понес стул наверх к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал. — Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал, здесь никто почти не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержанием. Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден. Ипполит Матвеевича снова охватила золотая лихорадка. — А почему бы не отнести его в нашу каюту? — спросил он нетерпеливо. — Мы бы его вскрыли сейчас же, и если бы нашли баэльянты, то сейчас же набейк. — А если бы не нашли, тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад гражданину Сестрину и вежливо сказать? Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде. Так бы вы поступили. Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры. Зрители разместились на береговых склонах. На импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл 50 тысяч рублей, и что из этого вышло. Артисты, сбросившие из себя путы нексестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен. Вторым номером выступил виртуоз-балалайчник. Берег покрылся улыбками. Барня, барня, вырабатывал виртуоз. Сударыня, барня. Балалайка пришла в движении, она перелетала за спину артиста, и из-за спины слышалось «Если барин при цепочке, значит барин без часов». Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций. Наступил черед Джорджетто Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки, и действительно оператор полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами с такой силой, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли, на террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся и на ходью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго и плавно вертел ручку аппарата. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката. Закончив съемку, полкан важно удалился в свою каюту и заперся. Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу. Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов. — Так имейте в виду, — предостерегал толстяк, — с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя. Пожалуйста, не беспокойтесь, — заявил Остап. Надеюсь, больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер. Транспарант будет. Наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро. Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье. Ветер бегал по верхней палубе, в небе легонько пошевеливались звезды, под ногами глубоко внизу плескалась черная вода, берегов не было видно, и Полита Матвеевича трясло. — Есть! — сказал Остап придушенным голосом. Письмо отца Федора, писанное им в Баку, из меблированных комнат стоимость, жене своей в уездный город Н. — Дорогая и бесценная моя Катя, с каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу я тебе из меблированных комнат стоимость, после того, как побывал во всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город умывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ножу пальто, на другой пиджак, и то жарко. Руки преют, то и дело балуюсь чайком, а денег почти что нет. Но не беда, голубушка, Катерина Александровна. Скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом усядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика и наливочку будем разбивать, впрочем, ближе к делу. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я на базаре, и видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел я тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбугатеем. А до этого днями нужно считать. Тогда и мусульманское покрывало купить можно будет. Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мной в городе Баку. Первое, уронил пиджак брата твоего булочника в Каспийское море. И второе, в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами? Тем более, что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное. Пощекотал хворостинкой в ноздре. А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу твоему брату булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстегнеев? Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нет. Он уехал в отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное место жительства. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на зеленом мысу. Такое там есть дачное место, дорогое, говорят. Пути отсюда до Батума на 15 рублей с копейками. Вышли 20 сюда телеграфом. Из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже, твой вечно муж Федя. Пост скриптум. Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах стоимость. Пальто брата твоего булочника. Я в таком горе. Хорошо, что теперь лето. Ты брату ничего не говори. Глава 33. 3. Изгнание из рая Между тем, как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора Меча и Орала. У них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева, знойная женщина-мечта поэта, возвратилась к своему бокалейному делу и была оштрафована на 15 рублей за то, что не вывесила на видном месте прескурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары. Забывчивость простительная женщине с большим сердцем. — Есть! — повторил Остап сорвавшимся голосом. — Держите! — Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле, блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом. — Что за черт? — сказал Остап. — Больше ничего нет. — Не может быть! — пролепетал Ипполит Матвеевич. — Но вы тоже посмотрите! Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли. — Нету? — спросил Остап. — Нет. Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту. — Так, — сказал Бендер, — что-то мы во всяком случае нашли. Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осавело посмотрел на него. — Давайте, давайте, чего глаза пялите? Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью. Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. Надпись эту Остап прочел вслух. — А где же бальянты? — спросил Ипполит Матвеевич. — Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками. Бриллиантов, как видите, нет. На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, Стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. Холодный рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал. — Молчи, грусть, молчи, киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь, тут есть еще три стула. Девяносто девять шансов из ста. За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполит Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за бриллиантами — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой. — Это вынарочно? — спросил Остап. Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул, и высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе. В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он выселся над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель. Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки. На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. И Полит Матвеич, и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху. Стоя по бокам, темно еще скрижали. Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпили, задрав головы на пассажирской палубе. — Давай! — скомандовал толстячок. — Транспарант осветился! Остав посмотрел вниз на толпу. Розовый свет лег на лица. Зрители засмеялись. Потом наступило молчание, и суровый голос снизу сказал — Где завхоз? Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступени, кинулся вниз. — Посмотрите, — сказал голос, — полюбуйтесь на вашу работу. — Сейчас вытурят! — шепнул Остап и Полит Матвеевичу. И точно на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок. — Но как транспарантик? — нахально спросил Остап. — Доходит? — Собирайте вещи! — закричал завхоз. — К чему такая спешка? — Собирайте вещи! Вон! Вы под жут пойдете! Наш начальник не любит шутить! — Гоните его! — донесся снизу ответственный голос. — Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? — Это в самом деле неважный транспарант! Продолжать игру не имело смысла. Скрябин уже пристал к Васюкам. Из парохода можно было видеть ошеломленные лица Васюкинцев, столпившихся на пристани. В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут. На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант. — М-да, — сказал Остап, — транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение. Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа, показался бы музейной ценностью. Вместо сеителя, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка. — Резюмирую положение, — сказал Остап жизнерадостно. — Пассив. — Не гроша денег. — Три стула уезжают вниз по реке. Ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. — Актив. — Путеводитель по Волге издания 1926 года. Пришлось позаимствовать у мосьо Сембиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани. Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дреново-керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя. На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные, кожевенные заводы, из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум. — Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, — сказал Остап. — Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. От денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться. И, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде. Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул. Глава тридцать четвертая Междупланетный шахматный конгресс С утра по высюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы. На ста шестидесяти досках гроссмейстера, старший мастер, О. Бендера все приходят со своими досками. Плата за игру 50 коп, плата за вход 20 коп. Начало ровно в шесть час вечера. Администрация К. Михельсон. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в Пантелеевском издании. — Гроссмейстер, О. Бендер! — заявил Остап, присаживаясь на стол. — Устраиваю вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз Васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. — Сью минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый. — Присядьте, пожалуйста, я сейчас! Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. — Проездом в Казань, — говорил Остап отрывисто. — Да-да! Сиан, сегодня вечером приходите. А сейчас просите не в форме. Устал после карлсбадского турнира. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. — Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Гроссмейстер перешел на местные темы. — Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется — шахсекция. Скучно, девушки. Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному? Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию «Шахматный клуб четырех коней» или «Красный эндшпиль» или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы. Звучно. Идея имела успех. — Ведь в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех коней»? Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шах-клуб четырех коней». Красмейстер, собственноручно, пользуясь уроками Скрябина, художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в «Восюках». — Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Восюки? Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. — Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на присталь вы будете по мраморным лестницам. Восюки станут центром десяти губерний. Что вы раньше слышали о городе Земеринге? — Ничего. А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в «Восюках» надо устроить международный шахматный турнир. — Как? — закричали все. — Вполне реальная вещь! — ответил гроссмейстер. — Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного восюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать международный восюкинский турнир 1927 года, приезд Хозе Раулия Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Немцовича, Ретти, Рубинштейна, Мороцы, Тарыша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие. — Но деньги! — застонали восюкинцы. — Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять? — Все учтено могучим ураганом! — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы. — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? — Восюкинцы! — Какие там восюкинцы! — Восюкинцы денег платить не будут! Они будут их получать! Это же все чрезвычайно просто! Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в восюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Восюки. Это раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров. Гостей нужно снабжать — овощи, фрукты икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию — это в шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Восюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт. Большие Васюки — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Ослепительные перспективы развернулись перед Васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели задумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие высюкинцам, москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе Рауль Кабабланко и Краупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму, галифе в клетку и слоны на петлицах, вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подожел одноглазый председатель Васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алёхина. Приветственные крики потрясли город. Хозе Рауль Кабабланко и Краупера поморщился. По мгновению руки Одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Кабабланке в предстоящем его матче с Алёхиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка, она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют, как большая редька. Висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. — Это он! — закричал Одноглазый. — Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера! Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки! Хозе Рауль Кабабланко и Краупера снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава поплинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия Одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал — Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь! Хозе Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал — Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с Б5 на С4. — Ура! — воскликнул Одноглазый. — Просто и убедительно в стиле чемпиона! И вся невообразимая толпа подхватила — У-РА-ВИ-ФА-Т-БАН-ЗАЙ! Просто и убедительно в стиле чемпиона! Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится, и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва — старые васюки. Ленинградцы и харяковчане скрижащут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится регантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. — Всего мира! — застонали оглушенные васюкинцы. — Да, а впоследствии — Вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. — М-м-м, из васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в суках состоится первый в истории мироздание междупланетный шахматный конгресс? Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. — Да, — выдавила себя одноглазая, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, — но как же практически провести мероприятие в жизни, подвести, так сказать, базу? Присутствующие напряженно смотрели на кроссмейстера. — Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы. Одноглазый подталкивал своих соратников. — Ну, — спрашивал он, — что вы скажете? — Устроим! У-строим! — гомонили васюкинцы. — Сколько же нужно денег на эти телеграммы? — Смешная цифра, — сказал Остап. — Сто рублей! — У нас в кассе только двадцать один рубль, шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно. Но кроссмейстер оказался покладистым организатором. — Ладно, — сказал он, — давайте ваши двадцать рублей. — А хватит? — спросил Одноглазый. — На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать. Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на ста шестидесяти досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб-картонажник на свидание с Ипполитом Матвеевичем. — Я голодаю, — сказал Воробьянин втрескучем голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средние руки кладут ножи и вилки. — Слушайте, Воробьянинов, — закричал Остап, — прекратите часа на полтора кассовой операции. Идем обедать в Нарпит. По дороге обрисую ситуацию. — Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых. — Ни одного билета не подал, — сообщил Ипполит Матвеевич. — Не беда, к вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира. — Так зачем же нам сеанс одновременной игры? — зашептал администратор. — Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. Как раз Каллипнихт сверху пришел. Спокойно ехать в Старинград и ждать там приезда театра. А вось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи, и все принадлежит нам. — На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Старинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ-предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей тридцать. — Побьют! — горько сказал Воробьянинов. — Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае. Но об этом после пока что идем вкусить от местных блюд. К шести часам вечера сытый и выбритый воробьянинов. Бойко торговал билетами. — Ну как? — тихо спросил красмейстер. — Входных тридцать и для игры двадцать, — ответил администратор. — Шестнадцать рублей! Слабо-слабо! Что вы, Бенда, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют! Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать! Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале. — Закрывайте окошечко, давайте деньги! — сказал Остап. — Теперь вот что. Найте вам пять рублей. Идите на пристань. Наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме. Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер «Общество спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене «Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих». Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. — Товарищи! — сказал он прекрасным голосом. — Товарищи, братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная, дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют, и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, это квази-уно-фантазия. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо. Блондин в третьем ряду зарделся. А вон тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета. Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашках. То есть, я хочу сказать, в шахматах. А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, подчеркнутых еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены, и одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстерской обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры содержал растущие подозрения одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2 на Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией, — решил он про себя. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители и первые среди них одноглазые пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал, пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхайному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через пять минут. — Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер! Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. — Пора удирать! — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. — Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер! — залебезил одноглазый. — Конь так не ходит! — Пардон, пардон, извиняюсь! — ответил гроссмейстер. — После лекции я несколько устал. В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха надел множество ошибок и теперь с трудом ввел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающего, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. — Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет! — Нет, значит, и не было! — грубовато ответил Остап. — Как же не было? Я ясно помню! — Конечно, не было! — Картонад девалась! Вы ее выиграли! — Выиграл! — Когда? На каком ходу? — То вы мне морочите голову с вашей ладьей! Если сдаетесь, то так и говорите! — Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! — Контора пишет! — сказал Остап. — Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью! — Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие? — Отдайте ладью! — с этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. — Товарищи! — заверещал одноглазый. — Смотрите все! Любителя бьют! Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. — Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый. — Жольё! — поддерживали остальные. — Пежоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость. — Караул! — кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап поглянулся — сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъярённых поклонников защиты Филидора. Отступления не было, поэтому Остап побежал вперёд. — Вот я вас сейчас, волочей! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. — Держите гроссмейстера! — катилась сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары. Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. — Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, а я ничего — бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул, и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедиции командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк. — Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке. — Ходу киса! — сказал Остап. — Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне. Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. — Не уйдете, сволочи! — кричали из барки. Остап не отвечал. Было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. — Валяй! — шептал Остап самому себе. Ипполит Матвеич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея гроссмейстера. — Берегите пенсная киса! — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. — Сейчас начнется! — Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить? — Еще как! — загремели в осюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. — Осторожней! — пискнул одноглазый капитан, но было уже поздно. Общий вопль нарушил спокойствие реки. — Уау! — протяжно стонали шахматисты. Целых тридцать любителей очутилось в воде. Они быстро выплывали на поверхности, один за другим цепляли за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый. — Пижоны! — в восторге кричал Остап. — Что же вы не бьете вашего гроссместера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить? — Остап описал вокруг потерпевших крушение круг. Вы же понимаете, высюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане, только ради Создателя. Не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх, вы пижоны-пижоны! Едем, Ипполит Матвеевич, дальше! Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что высюки и центра мироздания не станут! Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил! Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех колей! Глава тридцать пятая и другие Утро застало концессионеров на веду Чебоксар. Остап дремал у руля, Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих продирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенснея и Палит Матвеевича все светлело. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая душка Пенснея вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце! Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями. — С добрым утром, киса! — сказал он, давя зевотой. — Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом почему-то там затрепетало. — Пистань! — доложил Ипполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. — Судя по всему, Чебоксары. Так, так. Обращаю внимание на очень красиво расположенный город Чебоксары. Киса! Он в самом деле красиво расположен? В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя. Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. А? Это будет очень эффектно. Откроем Птишво. И с этого Птишво будем иметь верный гранд кусок хлеба. Ну, дальше. Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом. Но еще прежде, чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки. — Стул! — закричал Остап. — Администратор! Наш стул плывет! Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротые брюхо. — Здорово, приятель! — крикнул Остап. — Давненько не виделись. Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят. Мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который, впрочем, тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов. Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием. Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое. Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича Гр. Михельсона. Вот, киса, что о вас написали бы? А о вас бы что написали? Сердито спросил Воробьянинов. О, обо мне написали бы совсем другое. О, обо мне написали бы так. Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным и сине-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды. На груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романца «Прощай ты, новая деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверение, выданного 23 августа 24 года кустарной артелью «Пегас и Парнас» за номером 86-1562. И меня похоронят киса пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено. Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап Сулейман Берта Мария Бендербей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами. Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажи Васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход Урицкий и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде. Скрябин пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского. Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики. — Да, моментально еду в Москву. Телеграмму уже послал. И знаете какую? — Ликую с вами. Пусть догадываются. Потом Персидский сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал провожаемый почему-то криками «Ура!». После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и весело крича покатили прямо на вокзал. — Кажется, в Сталингаде они егать не будут, — сказал Ипполит Матвеевич. Это озадачило Остапа. — Придется ехать, — решил он. — А на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую минеральные воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет. — Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова. — Я попробую, — робко сказал Ипполит Матвеевич. — Черт с вами! Лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я. Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых катках станцию минеральной воды северокавказских железных дорог, и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа. — Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве. — Где вы были? — простонал предводитель. — Я так измучился. — Это вы-то измучились, разъезжаясь с билетом в кармане. А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой. Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками. Вы свинья, гражданин предводитель. — Где театр? — В Пятигорске. — Едем, а кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. Дачный поезд, бренча как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау, консессионеры прибыли к подножью Машука. Глава тридцать шестая Вид на Малахитовую лужу Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежиталя. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными голунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске Театра Колумба и, выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии вокзал Цветник. За вход в Цветник взяли десять копеек. В Цветнике было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине пляску комаров. В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса!» — сказал Остап. «Мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег, каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. — Можно, — говорил он, — это всегда можно, Дуся, с нашим удовольствием, Дуся. Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. — Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку. — Дуся, — удивился монтер, — вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном. Сколько же вы хотите? — Положите полста, ведь имущество-то казенное, я человек измученный. — Хорошо, берите двадцать. Согласны? — Ну, по глазам вижу, что согласны. — Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. — Хорошо излагает собака, — шепнул Остап на ухо Иппалит Матвеевич. — Учитесь. — Когда же вы стулья принесете? — Стулья против денег. — Это можно, — сказал Остап, не думая. — Деньги вперед, — заявил монтер. — Утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром стулья. — А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? — пытал Остап. — Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает. — Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу. — Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер. — А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. Я пошел. У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берется. Сил не хватает, а одним нарзаном разве проживешь? И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился. Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. — Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль-ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал — выбираю пана, хотя он и явный поляк. Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова. — Снимите пиджак, предводитель, поживее, — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами. — Что вы делаете? — завопил Воробьянинов. — Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый. — Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо! Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. — Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом. — Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов. — Французский язык знаете, надеюсь? — Очень плохо. В поеделах гимназического курса. — Угу. Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? «Господа, я не ел шесть дней». — Мосье? — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. — Мосье? — Жене, что ли? — Жене манжу па шесть... Как оно? — Одно? 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 — Па-си-жоу. — На произношении у вас киза. Впрочем, что от нищего требовать? — А в каких пределах вы знаете немецкий язык? — Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы — бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли? Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь. Из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. — Ай-яй-яй! — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. — Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок! — Никогда! — принялся вдруг чрево вещать Ипполит Матвеевич. — Никогда Воробьянинов не протягивал руки! — Так протяните ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки? — Не протягивал. — Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю. И этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он… — Ну, довольно товарищ. — Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. — Да или нет? — Раз. — Да. — пробормотал предводитель. — В таком случае повторите заклинание. — Месье, жене манс, пассис жур, гебензе мюр битте этвас копеек ауф дэм штюк борт. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. — Еще раз жалостнее! Ипполит Матвеич повторил. — Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источников в полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто вечером больше подают. — А вы, — спросил Ипполит Матвеич, — куда пойдете? — Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте. Друзья разошлись. Остап сбегал в пищебумажную ловчонку, купил там на последний гривень квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. Прежде всего система, — бормотал он. Каждая общественная копейка должна быть учтена. Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым мимо санаториев и домов отдыха. Обгоняемый автобусами и параконными экипажами, Остап вышел к провалу. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Удивительное дело, размышлял Остап, как город не догадался до сих пор брать гривеники за вход в провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение. И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал. «Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам пять копеек! Нечленам профсоюза тридцать копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли нечлены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривеники, а один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе. «Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил, а ты говорил, что за вход в провал платить не нужно. Не может быть, правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза десять копеек и нечленам профсоюза тридцать копеек». Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было, поэтому Остап закричал довольно твердым голосом. «Членам профсоюза десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек». Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап, чтобы не слишком провалился. В то время, как великий комбинатор ловко торговал видом на Малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акации и, не глядя на гуляющих, сжевал три врученных ему фразы. «Мсье, же не манш, па, гебенземе битте, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы». Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слово «манш» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медиков рубля на три. Под ногами гуляющих трещал гравий, оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа лепеча катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета, пахла одеколоном и нарзанными газами. «Подайте бывшему члену Государственной Думы», — бормотал предводитель. «Скажите, вы в самом деле были членом Государственной Думы?» — раздалось над духом Ипполита Матвеевича. «И вы действительно ходили на заседание? Ах, ах, высокий класс!» Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький овесолом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполит Матвеевич Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. «Скажите, вы в самом деле видели родзянка? Прыжки в самом деле был лысый? Ах, ах, какая тема! Высокий класс!» Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось. «Ах, ах, не пой, красавица при мне, Ты песни грузи печальны! Ах, ах, напоминают мне они Иную жизнь и берег дали! Ах, ах, ах! А поутру она вновь улыбалась! Высокий класс!» Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. Не напрасно так стоял он, он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Палча. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова. «Хо, ах!» раздавалось в ночной тиши. «Знаменитое Эрнестуле! Красота!» В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхин со своей супругой Сашхин. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхин застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским номер два, а Сашхин, поглаживая бакенбарды, ждала заказной осетрины. После ликвидации второго дома Собеса было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу!» Альхин решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдавил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей. Ипполит Матвеич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пипитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. — Сколько насбирали? — спросил Остап, когда сагбенная фигура предводителя появилась у источника. — Семь рублей двадцать девять копеек, три рубля бумажкой, остальные медь и немного сейба. — Для первой гастроли дивно. Ставка ответственного работника. Вы меня умиляете, киса. — Ну, какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать. Может быть, вы сдать и давали? — И знуенков дал. — Да не может быть! — А весолоб! — Ишь ты, шарик! — Куда закатился? — Вы с ним говорили? — Ах, он вас не узнал! — Распрашивал, а к сдастной думе смеялся. — Вот видите, предводитель, нищим быть не так уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. — А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. — Ну, кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого хватит. На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Ниже Пятигорска плохонькие огоньки обозначили станицу Горечеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остав глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы. Глава тридцать седьмая Зеленый мыс Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом мысу, под большой пальмой на крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральше Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул «Мусик». Дача молчала, тропическая флора ластилась к инженеру, кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы, драцены гремели листьями, бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысиной инженера, розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям, но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту на далекий мысик Батума и певучий призывал «Мусик! Мусик!» Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил «Мусик!» «Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил «Мусик!» «Ты не жалеешь своего маленького мужика?» «Пошел вон обжора!» ответили из комнаты, но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, который он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, обоясанный потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом. «Где здесь находится инженер Брунс?» «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?» Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор. «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, вводя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте!» «Не встану!» И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой агравий. «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу, но умоляю вас!» «Не встану!» — повторил отец Федор. На веранду выбежала мусик, тонко разбиравшийся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачистил. «На вас, матушка! На вас, голубушка! На вас упываю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просители подмышки и на ту жесть поднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло, гампсовское отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральшей Поповой. «Не смею!» — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. «Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ!» И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи. «Мусик!» сказал он, тяжело дыша. «Поговори с этим гражданином! Тут какое-то недоразумение!» Мусик сразу взяла деловой тон. «В моем доме!» — сказала она грозно. «Пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!» «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!» «Никакая я вам не матушка. Что вам угодно!» Поп золопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитуры с двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по черепашьей гоняться за инженером. «Почему?» — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять!» «Да ведь это мои стулья!» — простонал отец Федор. «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно! Это явный псих!» «Мои!» — униженно твердил отец Федор. «Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. «Украл! Слышишь, Мусик? Это какой-то шантаж!» «Не боже мой!» — шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума!» «Слышишь, Мусик?» «Да чего он находит нахальство! Пообедать не дадут по-человечески!» «Нет!» Отец Федор не хотел требовать свои стулья судом. Отнюдь! Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору. И они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О, нет! Он достаточно обеспечен. Небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать. — Что? — крикнул инженер Багровей. — Двадцать рублей за прекрасный гостиной гарнитур. — Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих! — Я не псих, а единственно выполняю волю пославшей мя жены. — О, черт! — сказал инженер. — Опять ползать начал. — Мусик! Он опять ползает! — Насначьте же цену! — стянал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии. — Не портите дерево, чудаковый человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья? Отвяжется? А то он лоб разобьет. — А мы на чем сидеть будем? — спросила Мусик. — Купим другие. Это за двадцать-то рублей? Ну, за двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести. А за двести пятьдесят продам. Ответом послужил страшный удар головой Адрацену. — Мусик, это мне уже надоело! Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. — Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей не меньше. — Не корысти ради! — пропел отец Федор. — А то к моему исполнению воли больной жены! — Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик у тебя легкий и не в порядке? — Я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек. — Возьмите даром! — воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал. — Вы ваши шутки бросите. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. — Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки. — Пятьдесят! — предложил отец Федор. — Мусик! — сказал инженер. — Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина. — Не корысти и ради! Багратион! Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за Гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора. — Не корысти ради! — сказал мягкий голос. — Пятьдесят пять рублей! Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То вбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. — Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбассова. — Сто сорок один! — предлагал отец Федор. — Не корысти ради, господин Брунс, а токмо! Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать. — Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь! Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. — Ну и гусики теперь пошли! — пробормотал инженер, входя в комнаты. В этот же вечер отец Федор отправил в город Энн, жене своей Катерине Александровне, такую телеграмму. — Товар нашел, вышли двести тридцать. Телеграфом продай что хочешь, Федя. Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками. — Не корости ради, а то к поволею пославшей мя супруги! На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой. Продала все, осталась без одной копейки. Целую и жду, Евстигнеев все обедает Катя. Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стоял над Батумом. Шторм тряс берега. Достигший дачи инженера Брунса, отец Федор велел возниться от жарцу в башлыке, подождать и отправился за мебелью. — Я деньги принес! — заторопился отец Федор. — Двести рублей, как вы говорили! — Мужик, возьми у него деньги, дай ему стулья. И пусть делает все это поскорее, у меня мигрень! Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. Двенадцать стульев, один за другим, были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, стоя только разницей, что обивка их была несицевая в цветочках, а репсовая синяя в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. — Стой! — закричал вдруг отец Федор в вознице. — Стой, мусульманин! И он, дрожаясь, потыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок. Пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении. Не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топорик по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. — Ага! — крикнул отец Федор. — Я тебе покажу! И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход Ленин, чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанции. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослеп у ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно. Глава тридцать восьмая Под облаками Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на мушуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался в заперти в Бутафорской. Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. «Нужны деньги на поездку во Владикавказ», — сказал Остап. «Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге. Очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный горный воздух. И в финале всего сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание». Но выехать из Минеральных вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около цветника в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех — два рубля за двенадцать часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ. В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем невиновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньки медленно подтягивающегося к кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи. Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу. «Слишком много шику», — сказал он. «Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь!» Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней, но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривеники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо Трека, за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Иппалит Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек. — Довольно, — сказал Остап. — Выход один — идти в Тифли с пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. — Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз. Это уж как хотите, но к вечеру вы должны назбирать не меньше двух рублей. Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы, плохие шансы. С позаранку концессионеры перешли мостик через терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла военно-грузинская дорога. — Там повезло, Киса, — сказал Остап. — Ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. — Вдыхайте, предводитель, чистый воздух, пойте, вспоминайте кавказские стихи, видите себя, как полагается. Но Ипполит Матвеич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись на бок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету и чуть волоча левую ногу. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутное ему напоминали — не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прилстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти сожжениям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. Великие люди! Обратите внимание, предваритель, видите? Чуть повыше облако и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика. Июль 1914-го Г». Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения. Каждая буква величиной в метр и нарисована масляной краской. «Где вы сейчас?» «Коля и Мика!» «Киса!» Продолжал Остап. «Давайте и мы увековечимся!» «Забьем, Мики-Баки!» «У меня, кстати, и мел есть!» «Ей-богу!» «Полезу сейчас и напишу!» «Киса и Ося здесь были!» И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Яполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброходными даяниями. При переходе через Крестовый перевал 2345 метров над уровнем моря его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал. — Не корости ради, а токмо воли пославшей мя жены. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуми, после того, как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом. Он схватил Иппалита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом. — Куда девал сукровища убиенной тобой тяще? — Иппалит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив в глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. — Говори! — приказывал отец Федор. — Покайся, грешник! Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло, дробясь, а мрачные скалы кипят и пенятся валы. — Великий спуг! — поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись. — А, вот это кто! — дружелюбно закричал Остап. — Конкурирующая организация! Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. — Пейте его, товарищ Бендер! — кричал с земли отдышавшийся Иппалит Матвеевич. — Лови его! — Держи! — Остап засвистал и заулюлюкал. — Тю! — кричал он, пускаясь вдогонку. — Битва при пирамидах или Бендер на охоте! — Куда же вы бежите, клиент? — Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул! Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусом, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх. — У-у-у! — кричал Остап снизу. — Держи его! — Он унес наши пайпасы, — завопила Полит Матвеич, подбегая к Остапу. — Стой! — загремел Остап. — Стой! — тебе говорю! — Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился, сажен на десять выше самой высокой надписи. — Отдай колбасу! — взывал Остап. — Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя. — Я отдам колбасу! — закричал Отец Федор. — Снимите меня! В ответ грохотал Терек, и из замка Тамары несли страстные крики. Там жили совы. — Снимите меня! — жалобно кричал Отец Федор. Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, Отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала. Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал Отец Федор. Ему уже не нужны были земные закровища. Он хотел только одного — вниз, на землю. Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала, — Соседями будем. — Матушка! — с чувством сказал Отец Федор. — Мне корости ради! Знаю-знаю! — заметила царица, от окмо волею пославшей тя жены. — Откуда же вы знаете? — удивился Отец Федор. — Да уж знаю! Заходили бы сосед! В шестьдесят шесть поиграем, а? Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи. На третий день Отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. — Птицы! — говорил он им звучным голосом. — Покайтесь в своих грехах публично! На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. Направо замок Тамары, — говорили опытные проводники. А налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно. — И дикий же народ, — удивлялись экскурсанты, — дети гор! Шли облака, над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся терек фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал. — Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивают долговечного гнезда! Орел покосился на отца Федора, закричал «Ку-ку-ку-ку» и улетел. — Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва! Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда и сняла отца Федора. Когда его снимали, он хлопал крыльями и пел лишенным приятности голосом «И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя!» И Суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна. — Не корости ради, — сказал отец Федор брандмейстеру, — а то к му-хо-хо-хо! Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу. Глава тридцать девятая. Землетрясение. — Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеич молчал. Единственное занятие, которому он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство. Но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство. Но нищенство совершенно особое — альпийское. К каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли передвижущейся аудиторией несколько па наурской лесгинки. После этого дети бежали за машиной, крича «Давай деньги! Деньги давай!» Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. — Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценные. К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, присыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лесгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. — Давай деньги! — Деньги давай! — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В Пасанаури, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по Кремниевому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К Франции подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персидский. За ним вышел суды-быт, расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». — Привал! — закричал Персидский. — Хозяин! Пятнадцать шашлыков! Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. — Вы не узнаете этого молодого человека? — спросил Остап. — Это репортер со Скрябина, один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали. Что это значит? Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персидским. — Бонжур! — сказал репортер. — Где-то я вас видел, дорогой товарищ? — А, припоминаю! — Художник со Скрябина! — Не так ли? Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. — Позвольте! — Позвольте! — продолжал Персидский, обладавший цепкой памятью репортера. — Не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчища лошадь? — Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом. — А вы тут как, по художественной части орудуете? — Нет, я с экскурсионными целями. — Пешком? — Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле — просто глупость. — Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда. Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю, свои, коллективные. Прямое сообщение Москва-Тифлис. Бензин уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа! — Откуда у вас все это? — зависливо спросил Остав. — Сто тысяч выиграли. — Сто не сто, а пятьдесят выиграли. — В девятку? — На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу. — Да, — сказал Остав. — И на эти деньги вы купили автомобили? — Как видите. — Так-с. — Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека, непьющий. — Какой старшой? — Ну, такой. Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу. — А? — Я вас понимаю. Нет, не нужен. — Не нужен? — Нет, к сожалению. И художник также не нужен. — В таком случае дайте десять рублей. — Авдотьин, — сказал Персидский. — Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо, это лицо неподотчетное. — Этого крайне мало, — заметил Остав. — Но я принимаю. — Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей, ноль-ноль копеек. Во всяком случае, благодарю. Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персидский, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном. — Видали вы этот блеск? — спросил Остап и Полита Матвеевича. — Закавтопромторг или частное общество МОТО? — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Я хотел было подойти к ним потанцевать. — Вы скоро со всем отупеете, мой бедный друг. — Какой же это Закавтопромторг? — Эти люди, слышите, Киса, вы играли! Пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисули, как они веселы, и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее, не правда ли? И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пасанаури. И Полит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее, его проекты были грандиозны, не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места Ананур, Душет и Цилканы путники подошли к Мацхету, древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на Арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу из томившихся после душного дня жителей грузинской столицы. — Городок неплох, — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели. — Знаете, киса! Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. — Знаете, кто это? — шепнул он быстро. — Это одесская бубличная артель, московские баранки. — Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. — Они, кстати, уже порядочно отросли. — Ах, черт! Возьми, какой случай, фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза. Идем! Идем! Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и конутье. — Вы, кажется, знакомы, — сказал Остап шепотом. — Вот особо приближенные к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить. Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыч и какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лесгинку. — Прикажите чего-нибудь подать, — втолковывал Бендер. По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. — И поесть чего-нибудь, — сказал Остап. — Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству. — Опять, — с отчаянием подумал Кислярский, — опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым, и Генриетто советовала. Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. — Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в двух словах. — За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. У Кислярского посеребрились щеки. — Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. — Да, — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лесгинку невдалеке от Сиони. — Да, — шептал Остап, — мы надеемся с вашей помощью поразить врага. — Я дам вам парабелум. — Не надо, — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. — Вы верный друг Отечества, — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. — Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли? — Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполит Матвеевича ногой. — Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что ток здесь неуместен. Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «Браво, киса, браво, что значит школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. С тем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму «Еду твоему совету Крым, всякий случай готовь корзинку». Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагонов фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту — купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья тифка операции были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой. — Ах! — говорил Бендер. — Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. — Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться. — Вы умеете вращаться, киса? — Товарищ Бендер! — твердил Воробьянинов. — Как же будет со стулом? Нужно узнать, что с театром. — Ха-ха! — Возродил Остап, танцую со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант». — Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги, но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города. Я как Суворов. Грабьте город, киса! Веселитесь! И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе. — Вечерний звон! Вечерний звон! Как много дум наводит он! Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. — Здравствуйте! — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья мне пришло в голову почитать «Зарю Востока». — Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте! Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлиси, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. — Ага! — Я вам говорил, — сказал Воробьянинов. — Что вы мне говорили, — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлиси, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с 10 на 11 сентября, когда Пестель, не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Иболиту Матвеевичу приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал «Эх, туда его в качель! Разве нимфа кисть дает?» В руках Иболит Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче, и под конец их стук стал невыносим и страшен. Иболит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К Ялте подошли в штилевую погоду в изнуряющее солнечное утро. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в Чесучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал Чесучевого гражданина. — Подождите, — воробьянинов! — крикнул Остап, и он бросился вперед так быстро, что настиг Чесучевого мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями. Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой. И действительно Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла женитьба. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под Колесино». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного – холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился. Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо был на месте. Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончание неимоверно затянувшегося спектакля. Публика, наконец, разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу под хлынувший, наконец, свежий дождь. — За мной, киса! — скомандовал Остап, — в случае чего мы, не нашедшие выхода из театра провинциалы. Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в Бутафорскую. — Идите сюда! — крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. — Видите? — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гамсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». — Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее! Зажигайте, киса, спички! Я его вскрою! И Остап полез в карман за инструментами. — Ну-с! — сказал он, протягивая руку к стулу. — Еще одну спичку, предводитель! Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собою скакнул в сторону, и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол. — Мама! — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу под Колесино» подхваченный вихрем вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровища из рук концессионеров. — Товарищ Бенда, что это такое? — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. — Что это? — вопил Воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и топот. — Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей, скорей! Дайте руку, шляпа! И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, и лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул, издав собачий виск. Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. — Давайте, плоскогубцы! — крикнуло на Остапу. — Идиот вы паршивый! — застонал Остап. — Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорей на воздух! — Плоскогубцы! — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. — Ну, вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога, как память! С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. — Ну, теперь давайте стул! — хладнокровно сказал Бендер. — Вам, я вижу, уже надоело его держать. — Не дам! — взвистнул Ипполит Матвеевич. — Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите? — Это мой стул! — закликотал Воробьянинов, перекрывая стон плач и треск, несшийся отовсюду. — В таком случае получайте гонорар «Старая калоша». Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул. — Ну, теперь хорошо, — сказал Остап, переводя дыхание. — Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен. Поняли? — Понял. Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. И Полит Матвеич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу. И Полит Матвеич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросшие лиловой щетиной подбородок Воробьяниного. И Полит Матвеич был без сознания. — В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул — при слове «стул» И Полит Матвеич очнулся. Исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Соседание продолжается! Где-то с грохотом падали кирпичи, протяжно кричала пароходная сирена. Глава сороковая Сокровище В дождливый день конца октября И Полит Матвеич без пиджака в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопола. И Полит Матвеич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьяниного, а сам целый почти месяц со времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. А морщив лоб, И Полит Матвеич трафаретил железные дощечки. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки. По ночам И Политу Матвеич увиделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами из нуренков, подрагивая коричневыми ляжками. Переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич, и развершаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап, пребывавший ежедневно с И Политом Матвеичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем, И Полит Матвеич переменился необыкновенно, и походка у И Полит Матвеича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился И Полит Матвеич и внутренне, в характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у Пятигорского цветника, и, наконец, землетрясение, после которого И Полит Матвеич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время И Полит Матвеич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно сидя у окна и, подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, И Полит Матвеич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблоки, он тяжело дышал. — Ипполит Матвеич! — закричал он. — Слушайте! Ипполит Матвеич! Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству, и вдруг он понял. — Есть! — выдохнул он. — В том-то и дело, что есть. — Ах, киса, черт вас раздери! — Не горячите, все слышно! — Верно, верно, могут услышать, — зашептал Остап быстро. — Есть, киса, есть! — Если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, в новом клубе. Вчера было открытие. Как я нашел — чепуха! Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение! Одним словом, высокий класс! Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. — Вы одеты, как сапожник! — радостно болтал Остап. Кто так ходит? Киса! Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства? Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамсовский вид, хотя и таил себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. — Через это окошечко, — сказал он, — мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, третье окно от парадного подъезда. Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надевиться прекрасным залом и комнатам. — Если бы я играл в восюках, — сказал Остап, — сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок. У меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве. Идя из пивной носивцы вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью. — Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов. Я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну зачем вам? Зачем вам столько денег? — Как? Зачем? Как? Зачем? — кипятился Ипполит Матвеевич. Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. — Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцать тысяч вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете. Вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня. А? Спецодежда, там, чаевые, соцстрах. А? Подходит вам это предложение? Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления. Остап нагнал Воробьянина у входа в розовый особнячок. — Вы в самом деле на меня обиделись? — спросил Остап. — Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу. Вам трех процентов достаточно, Киса. Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. — А-а-а! Киса! — резвился Остап. — Соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополу уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в коммердинеры. Теплое местечко! Увидев, что Ипполит Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку и сказал. — Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, со что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть. Остап легся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил. — А то коммердинерам приличные жалования, харчи, чаевые. — Да-да, пошутил. Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидениями. Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной орел вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание — поскорее все кончить. Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Кокуев умел шевелить ушами. Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извощащей лошади, нарочито громко и отчетливо, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату и вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука связилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары и височного пульса, неторопливо подтянул правой рука выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами комнатным расстоянием, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. — Тем лучше! — прошептал Ипполит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло остапа. Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу. — Что это за лужа? — подумал Ипполит Матвеевич. — Да-да, кофе. Товарищ Бендах скончался. Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча, пыльянты все мои, а вовсе не шесть процентов, пошел на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился, зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на сивцевом вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием донтиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями. — Сейчас же на автомобиль, — подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — на вокзал и на польскую границу. — За какой-нибудь камешек меня переправит на ту стоуна. Там... И желая поскорее увидеть, что будет там... Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног, и тупо повторяя... — Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть! Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу. — Этого не может быть! — повторил он, отойдя на квартал. — Этого не может быть! И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. — Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он одряхлел в пять минут. — Ходят тут, ходят всякие! — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр. — Ходят и ходят! — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество. — И вы тоже, товарищ, интересуетесь! И верно! Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный! И Полит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика. — Да! — сказал старик. — Необыкновенный этот клуб! Другого такого нигде нет! — А что же в нем такого необыкновенного? — спросил И Полит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять. — Ну и вот! — начал старик. — Я тут в сторожах хожу в десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик! Ну и вот! Был здесь постоянный клуб, известно какой, первый участок службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили его, топили, и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает. — Куда, мол, дрова у тебя идут? А я ей говорю, что ем эти дрова. Бился товарищ Красильников с клубом. Там сырость, тут холод. В духовом кружку помещения нет. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. Пять лет кредиты просили на новый клуб. Да не знаю, что там выходило. Дорб Рапсош кредиты не утвердал. Только весной, товарищ Красильников, стул для сцены купил. Стул хороший, мягкий. И Полит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампу, да и покатился. — С этого стула я соскользнул, а обшивка на нем порвалась. И смотрю, из-под обшивки стеклушки сыплются, и бусы белые на литочке. — Бусы, — проговорил Иполит Матвеевич. — Бусы, — взвизгнул старик восхищенно. — Я смотрю, солдатик, дальше. А там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал, а пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо солдатик сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятана буржуазии. — Где же драгоценность? — закричал предводитель. — Где, где? — предразнил старик. — Тут, солдатик, соображений надо иметь. Вот они! — Где, где? — Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он клуб! Паровое топление, шашки с часами, буфет, театр! В колошек не пускают! Иболит Матвеич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам. — Так вот оно, где сокровище мадам Петуховой! — Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль-ноль копеек! Как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер! Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал, свертящий со сцены. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. И Полит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный, дикий, крик простреленный на вылет волчицы, вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев» и «Сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова